Запомнила смешной случай. В местечке дома до Соло я пошла покупать фрукты и испытать свое за лето приобретенное знание итальянского языка. Заметив, что Федор Михайлович зашел в какой-то магазин и, думая помочь ему в разговоре, я поспешила к нему. Оказалось, что, желая чем-нибудь меня порадовать, он приценивался к какой-то видневшейся в витрине цепочки. Торговец, принявший нас за знатных иностранцев, заломил за цепочку три тысячи франков, уверяя, что она относится чуть ли не ко временам Веспасиана. Несоответствие запрошенной цены с имеющимися в нашем распоряжении суммами заставило Федора Михайловича улыбнуться, и это было чуть ли не первое веселое его впечатление со времени нашей потери. Перемена обстановки, дорожные впечатления, новые люди, ломбардцы-крестьяне, по мнению Федора Михайловича, с виду очень похожие на русских крестьян, все это повлияло на настроение Федора Михайловича, и первые дни пребывания в Милане он был чрезвычайно оживлен. Водил меня осматривать знаменитый Миланский собор Ильдомо, составлявший для него всегда предмет искреннего и глубокого восхищения. Федор Михайлович жалел только о том, что площадь пред собором близко застроена домами. Теперь площадь значительно расширена, и говорил, что архитектура Ильдомо таким образом теряет в своей величественности. В один ясный день мы с мужем даже взбирались на кровлю собора, чтобы бросить взгляд на окрестности и лучше рассмотреть украшающие его статуи. Поселились мы близ Корсо, в такой узенькой улице, что соседи могли переговариваться из окна в окно. Я начала радоваться оживленному настроению мужа, но, к моему горю, оно продолжалось недолго, и он опять затасковал. Одно, что несколько рассеивало Федора Михайловича, это его переписка с Майковым и Страховым. Последний сообщил нам о возникновении нового журнала «Заря», издаваемого Кашперевым. Федор Михайлович заинтересовался, главное, тем, что во главе редакции станет Страхов, бывший сотрудник времени и эпохи, и что благодаря этому, как писал мой муж, и так наше направление и наша общая работа не умерла. Время и эпоха все-таки принесли плоды, и новое дело нашлось вынужденным начать с того, на чем мы остановились. Это слишком отрадно. Биография и письма, страница 261, примечание Достоевской. Из письма к Страхову от 12-24 декабря 1868 года. Письма, том 2, страница 156. Федор Михайлович, вполне сочувствуя возникающему журналу, интересовался как сотрудниками, так и статьями, ими доставленными, особенно Данилевским, написавшим капитальные произведения «Россия и Европа», и которого мой муж знал еще в юности подследователем учения Фурье. Страхов усиленно приглашал моего мужа быть сотрудником «Зари». Федор Михайлович на это с удовольствием соглашался, но лишь тогда, когда окончит роман «Идиот», который так трудно ему давался и которым он был очень недоволен. Федор Михайлович уверял, что никогда у него не было ни одной поэтической мысли лучше и богаче, чем идея, которая выяснилась в романе, и что и десятой доли не выразил он из того, что хотел в нем выразить. Из письма Достоевского к Ивановой от 25 января 6 февраля 1869 года. «Романом я недоволен. Он не выразил и десятой доли того, что я хотел выразить, хотя все-таки я от него не отрицаюсь и люблю мою неудавшуюся мысль до сих пор». Письма, том 2, 160-я страница. Осень 1868 года в Милане была дождливая и холодная, и делать большие прогулки, что так любил мой муж, было невозможно. В тамошних читальнях не имелось русских газет и книг, и Федор Михайлович очень скучал, оставаясь без газетных известий с родины. Вследствие этого, прожив два месяца в Милане, мы решили переехать на зиму во Флоренцию. Федор Михайлович когда-то бывал там, и у него остались о городе хорошие воспоминания, главным образом о художественных сокровищах Флоренции. Таким образом, в конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу Италии и поселились вблизи Палаццо Питти. Перемена места опять повлияла благоприятно на моего мужа, и мы стали вместе осматривать церкви, музеи и дворцы. Помню, как Федор Михайлович приходил в восхищение от Кафедрального собора, церкви Санта Мария дель Фьоро и от небольшой капеллы Дель Батистеро, в которой обычно крестят младенцев. Бронзовые двери Батистеро, особенно Дельте Дель Парадизо, работы знаменитого Гиберти, очаровали Федора Михайловича, и он часто, проходя мимо капеллы, всегда останавливался и рассматривал их. Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно в натуральную их величину, и повесит у себя в кабинете, чтобы на них любоваться. Часто мы с мужем бывали в Палаццо Питти, и он приходил в восторг от картины Рафаэля «Мадонна дела Седия». Другая картина того же художника Иоанн Креститель в пустыне, находящаяся в галерее у Фице, тоже приводила в восхищение Федора Михайловича, и он всегда долго стоял пред нею. Посетив картинную галерею, он непременно шел смотреть в том же здании статую Венера Медицейская, работы знаменитого греческого скульптора Клеомена. Эту статую мой муж признавал гениальным произведением. Венера Медицейская, музей у Фице во Флоренции, созданная в Риме в последнем столетии до нашей эры, ошибочно приписывалась греческому скульптору Клеомену, первый век до нашей эры. Во Флоренции, к нашей большой радости, нашлась отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами, и мой муж ежедневно заходил туда почитать после обеда. Из книг же взял себе на дом и читал всю зиму сочинения Вольтера и Дидро на французском языке, которым он свободно владел. Воспоминание Достоевской уточняет и дополняет письмо Достоевского к Страхову из Флоренции от 186 апреля 1869 года. «Вы вот спрашиваете в письме вашем, что я читаю. До Вольтера и Дидро всю зиму и читал. Это, конечно, мне принесло и пользу, и удовольствие». Письма, том 2, 186-я страница. Именно в конце 60-х годов, особенно в связи с замыслом романа «Атеизм», усиливается интерес Достоевского к скептической философии Вольтера. А 24 декабря 1877 года, за год до начала работы над романом «Братья Карамазовы», Достоевский запишет «Моменто на всю жизнь». Первое – написать русского кандида. Неосуществленный замысел русского кандида, по всей видимости, нашел свое воплощение в «Братьях Карамазовых». Об отношении Достоевского к Вольтеру смотри статью Гроссмана «Русский кандид» к вопросу о влиянии Вольтера на Достоевского, вестник Европы, 1914 год, номер 5. А также работу Рамельмейра «Достоевский и Вольтер», том 26, часть 2, 1958 год, страницы 252-278. В этом исследовании на большом фактическом и текстологическом материале прослеживается воздействие богоборческой философии вольтеровского романа «Кандид» или «Оптимизм» на создание образа Ивана Карамазова. Комментируя упоминавшееся письмо Достоевского к Страхову, в котором он сообщает о чтении Дидро и Вольтера, Долинин замечает, может быть, следовало бы с этой точки зрения обратить особое внимание на фигуру Гани в «Идиоте», кое-какие черты которого напоминают главного героя у Дидро. Письма, том 2, 453-й страница. Касаясь записок из подполья, Розанов пишет. Единственную аналогию с этим произведением, одним из глубочайших у Достоевского, представляет племянник Ромо у Дидро. Розанов, легенда о великом инквизиторе Федора Достоевского, Санкт-Петербург, 1906 год, страница 31. О Достоевском и Дидро смотри работу Григорьева «Достоевский и Дидро», к постановке проблемы, русская литература, 1966 год, номер 4. Смотри также «Достоевский», абонент, флорентийской читальни, материалы, том 4, 174-я, 175-я страницы. Наступивший 1869 год принес нам счастье. Мы вскоре убедились, что Господь благословил наш брак, и мы можем вновь надеяться иметь ребенка. Радость наша была безмерна, и мой дорогой муж стал обо мне заботиться столь же внимательно, как и в первую мою беременность. Его забота дошла до того, что, прочитав присланный Страховым том и только что вышедшего романа графа Льва Толстого «Война и мир», спрятал от меня ту часть романа, в которой так художественно описана смерть от родов жены князя Андрея Болконского. Федор Михайлович опасался, что картина смерти произведет на меня сильное и тягостное впечатление. Я всюду искала пропавшего тома и даже бронила мужа, что он затерял интересную книгу. Он всячески оправдывался и уверял, что книга найдется, но дал мне ее только тогда, когда ожидаемое событие уже совершилось. В ожидании рождения ребенка Федор Михайлович писал в письме к Страхову. «Жду с волнением и страхом, и с надеждою, и с робостью». «Биография и письма», страница 282, примечание Достоевской. Из письма к Страхову от 14-26 августа 1869 года, письма, том 2-й, 200-я страница. Мы оба мечтали иметь девочку, и так как уже пламенно любили ее в наших мечтах, то заранее дали ей имя-любовь, имя, которого не было ни в моей, ни в семье мужа. Мне предписано было докторам много гулять, и мы каждый день ходили с Федором Михайловичем в Джордино Боболи, сад, окружающий дворец Питти, где, несмотря на январь, цвели розы. Здесь мы грелись на солнышке и мечтали о нашем будущем счастье. В 1869 году, как и раньше, наши денежные обстоятельства были очень плохи, и нам приходилось нуждаться. За роман «Идиот» Федор Михайлович получал по полтораста рублей за лист, что составляло около семи тысяч. Но из них три тысячи были взяты для нашей свадьбы предотъездом за границу, а из остальных четырех тысяч приходилось платить проценты на заложенные в Петербурге вещи и часто помогать пасынку и семье умершего брата, так что на нашу долю оставалось сравнительно немного. Но нашу сравнительную бедность мы сносили не только безропотно, но иногда с беспечностью. Федор Михайлович называл себя мистером Микобером, а меня мистерис Никобер. Персонажи романа Диккенса «Давид Копперфильд». Беззаботные при всех своих многочисленных долгах. В письме к Майкову от 25 марта 6 апреля 1870 года Достоевский также называет себя мистер Микобер. Письма, том 2, 262 страница. Вероятно, не случайно Достоевский вспоминает этот образ в период работы над романом «Идиот». Мистер Микобер мог дать первоначальный толчок для создания образа генерала Иволгина. Мы жили с мужем душа в душу, а теперь при появившейся надежде на новое счастье все было бы прекрасно, но тут грозила другая беда. За два истекших года Федор Михайлович отвык от России и стал этим тяготиться очень. В письме к Хмыровой от 8 марта 1869 года, сообщая ей о своем будущем романе «Атеизм», он пишет «Писать его здесь я не могу. Для этого мне нужно быть в России непременно, видеть, слышать и в русской жизни участвовать непосредственно. Здесь же я потеряю даже возможность писать, не имея под руками и необходимого материала для письма, то есть русской действительности, дающей мысли, и русских людей». Русская старина, 1885 год, номер седьмой. Примечание Достоевской. Еще не завершив работы над романом «Идиот», Достоевский в декабре 1868 года во Флоренции задумал новый огромный философский роман «Атеизм» о русском человеке, который теряет веру в Бога, шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам, и под конец обретает и Христа, и русскую землю. Письма, том 2, 150, 161, 195 страницы. Но замысел романа «Атеизм» не был осуществлен Достоевским, и, претерпев ряд изменений, трансформируясь в план «Жития великого грешника», тоже неосуществленный, отчасти реализовался в романах «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Достоевская ошибочно соединяет в одно два разных письма Достоевского к Ивановой Хмыровой. Первая часть цитаты до многоточия кончается словами «И в русской жизни участвовать непосредственно» из письма от 8-20 марта 1869 года, письма, том 2, 175 страница. Вторая часть после многоточия от слов «Здесь же я потеряю даже возможность» неточная цитата из письма от 25 января 6 февраля 1869 года, письма, том 2, 161 страница. Но не только русских людей, но и вообще людей нам не доставало. Во Флоренции у нас не было ни одного знакомого человека, с которым можно было бы поговорить, поспорить, пошутить, обменяться впечатлениями. Кругом все были чужие, а иногда и неприязненно настроенные лица, и это полное отъединение от людей было подчас тяжело. Помню, мне тогда приходило на мысль, что люди, живущие в таком совершенном уединении и отчужденности, могут в конце концов или возненавидеть друг друга, или тесно сойтись на всю остальную жизнь. К нашему счастью, с нами случилось последнее. Это невольное уединение заставило нас еще сердечнее сблизиться и еще более дорожить друг другом. За девять месяцев пребывания в Италии я научилась немного говорить по-итальянски, то есть достаточно для разговора с прислугой или в магазинах, даже могла читать газеты «Пиккола» и «Секкола» и все понимала. Федор Михайлович, занятый своей работой, конечно, не мог научиться, и я была его переводчиком. Теперь, ввиду приближавшегося семейного события, необходимо было переселиться в страну, где бы говорили по-французски или по-немецки, чтобы муж мог свободно объясняться с доктором, акушеркой, в магазинах и прочим. Мы долго обсуждали вопрос, куда поехать, где для Федора Михайловича могло бы найтись интеллигентное общество. «Я подала мужу мысль поселиться на зиму в Праге, как в родственной стране, близкой к России. Там мог мой муж познакомиться с выдающимися политическими деятелями и через них войти в тамошние литературные и художественные кружки». Федор Михайлович мысль мою одобрил, так как не раз жалел, что не присутствовал на Славянском съезде 1867 года. Сочувствуя начавшемуся в России сближению с славянами, муж хотел ближе узнать их. Таким образом, мы окончательно остановились на решении поехать в Прагу и остаться там на всю зиму. При моем положении путешествовать было затруднительно, и мы решили по пути в Прагу отдыхать в нескольких городах. Первый наш переезд был до Венеции, но дорогой от поезда до поезда мы остановились в Болонье и поехали в тамошний музей посмотреть картину Рафаэля «Святая Цицилия». Федор Михайлович очень ценил это художественное произведение, но до сих пор видел лишь копии, и теперь был счастлив, что видел оригинал. Мне стоило большого труда, чтобы оторвать мужа от созерцания этой дивной картины, а между тем я боялась пропустить поезд. В Венеции мы прожили несколько дней, и Федор Михайлович был в полном восторге от архитектуры церкви Святого Марка и целыми часами рассматривал украшающие стены мозаики. Ходили мы вместе и в Палаццо Дюкале, и муж мой приходил в восхищение от его удивительной архитектуры. Восхищался и поразительной красоты потолками дворца Дожжей, разрисованными лучшими художниками пятнадцатого столетия. Можно сказать, что все четыре дня мы не сходили с площади Сан-Марко, до того она и днем, и вечером производила на нас чарующее впечатление. Глава седьмая. Переезд из Венеции в Триест на пароходе был чрезвычайно бурный. Федор Михайлович за меня очень тревожился и не отходил ни на шаг, но, к счастью, все обошлось благополучно. Затем мы остановились на два дня в Вене, и только после десятидневного путешествия добрались до Праги. Здесь нас ожидало большое разочарование. Оказалось, в те времена существовали меблированные комнаты только для одиноких, и совсем не было меблированных комнат для семейств, то есть более спокойных и удобных. Чтобы остаться в Праге, приходилось нанимать квартиру, платить за полгода вперед и, кроме того, обзаводиться мебелью и всем хозяйством. Это было нам непосредством, и после трехдневных поисков мы, к большому нашему сожалению, должны были оставить золотую Прагу, которая нам успела за эти дни очень понравиться. Так рушились мечты моего мужа завязать сношения с деятелями славянского мира. Нам ничего не оставалось более, как основаться в Дрездене, условия жизни в котором нам были известны. И вот в начале августа мы приехали в Дрезден и наняли три меблированные комнаты «Моя мать опять приехала ко времени моего разрешения от бремени» в английской части города Энглишер Вертел в Викториаштрассе, номер пять. В этом-то доме 14 сентября 1869 года и произошло счастливое семейное событие «Рождение нашей второй дочери Любови». Дочь писателя Любовь Федоровна впоследствии стала билетристкой, автором романов «Адвокатка», «Эмигрантка» и сборника рассказов «Больные девушки». В 1913 году выехала за границу и больше в Россию уже не возвращалась. За границей жила литературным трудом и издала на немецком языке свои воспоминания об отце. В русском переводе под редакцией Горнфельда эта книга вышла в сокращенном виде под названием «Достоевский. Возображение его дочери. Москва, Петроград, ГИС, 1922 год». Смотри также две новые главы, опубликованные Беловым в литературном наследстве, том 86, страницы 297-307. Книгу Достоевской нельзя назвать мемуарной в точном смысле этого слова. Ведь когда умер ее отец, ей было всего 11 лет. Поэтому Любовь Федоровна и озаглавила свою книгу «Достоевский в изображении его дочери». В тех случаях, когда автор мемуаров строго придерживается в изображении Достоевского документальных фактов, семейных преданий, мемуаров современников и, что самое важное, запомнившихся ей рассказов отца и матери, тогда это изображение достоверно. Однако там, где мемуаристка сознательно извращает известные факты из жизни Достоевского, там ее книга приобретает явно тенденциозный характер. Например, вопреки очевидным фактам и документам, Любовь Федоровна настойчиво утверждает, что ее отец был не русского, а норманно-литовского происхождения. Вероятно, это объясняется тем, что такая генеалогия рода Достоевского давала возможность его дочери говорить о потомственном дворянстве, что больше и превыше всего ценилось в той эмигрантской среде, где находилась Любовь Федоровна в 1920-е годы. Вольное обхождение с фактами, несомненная тенденциозность, основной недостаток мемуаров Достоевской, и в этом коренное отличие воспоминаний дочери от мемуаров Анны Григорьевны Достоевской, основанных на строго документальной и фактической основе. О любови Федоровне Достоевской смотри статью «Белова» в литературном наследстве, том 86, страницы 291-296. В чрезвычайном счастье Федор Михайлович, извещая Майкова и приглашая его в крестные отцы, писал «Три дня назад родилась у меня дочь Любовь. Все обошлось благополучно, и ребенок большой, здоровый и красавица». Биография и письма, страница 206-я, примечание Достоевской. Неточная цитата из письма к Майкову от 17-29 сентября 1869 года, письма, том 2, 211-я страница. Конечно, только глаза влюбленного и восторженного отца могли в розовом комочке мяса увидать красавицу. С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье. Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке, возился с нею, сам купал, носил на руках, убаюкивал и чувствовал себя настолько счастливым, что писал Страхову «Ах, зачем вы не женаты, и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич? Клянусь вам, что в этом три четверти счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть?» Там же страница 287-я, примечание Достоевской. Из письма к Страхову от 26 февраля 10 марта 1870 года, письма, том 2, 256-я страница. Крестным отцом и на этот раз был Майков, а крестную матерью муж мой избрал свою любимую сестру Иванову. Заместительницей была моя мама. Крестины состоялись только в декабре, сначала я хворала, а затем священник Дрезденской церкви уехал по делам в Петербург. «В Дрездене мы нашли прекрасную читальню со многими русскими и иностранными газетами. Нашлись для нас и знакомые из тех русских, постоянно живущих в Дрездене, которые после обедни приходили в семью батюшки очень гостеприимную. Между новыми знакомыми оказалось несколько умных и интеллигентных людей, с которыми моему мужу было интересно беседовать. Это была хорошая сторона Дрезденской жизни». Закончив свой роман «Вечный муж», Федор Михайлович отдал его в журнал «Заря», где он и появился в первых двух книжках 1870 года. Роман этот имеет автобиографическое значение. Это отголосок летнего пребывания моего мужа в 1866 году в Люблине, близ Москвы, где он поселился на даче, рядом с дачею своей сестры Ивановой. В лице членов семейства Захлебининых Федор Михайлович изобразил семью Ивановых. Тут и отец, весь ушедший в свою большую докторскую практику, мать, вечно усталая от хозяйственных забот, и веселая молодежь, племянники и племянницы Федора Михайловича и их молодые друзья. В лице подружки Марии Никитишны изображена друг семьи Иванчина Писарева, а в лице Александра Лобова пасынок мужа Исаев, конечно, в сильно идеализированном виде. Даже в Вельчининове имеются некоторые черточки самого Федора Михайловича, например, в описании различного рода игр, затеянных им при приезде на дачу. Таким веселым в молодом обществе и находчивым вспоминает о нем один из участников подобных летних вечеров и представлений фон Фохт. Исторический вестник, 1901 год, номер 12, примечание Достоевской. Зимою 1869-70 года Федор Михайлович был занят с составлением нового романа, который хотел назвать «Житие великого грешника». Это произведение, по мысли мужа, должно было состоять из пяти больших повестей, каждая листов в 15, причем каждая повесть составляла бы самостоятельное произведение, которое можно было бы напечатать в журнале или издать отдельно книгой. Во всех пяти повестях Федор Михайлович предполагал провести тот важный и мучительный вопрос, которым он болел всю свою жизнь, именно вопрос о существовании Бога. Анна Григорьевна пересказывает письмо Достоевского к Майкову от 25 марта 6 апреля 1870 года. Сравни. Общее название романа есть. «Житие великого грешника». Но каждая повесть будет носить название отдельно. Главный вопрос, который проведется во всех частях, тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, существование Божие. Письма, том 2, 263-я страница. Действие в первой повести должно было происходить в 40-х годах прошлого столетия, и материалы ее, и типы тогдашнего времени были для Федора Михайловича настолько ясны и знакомы, что он мог писать эту повесть и продолжая жить за границей. Эту-то повесть муж и хотел поместить в заре. Но для второй повести, действие которой происходит в монастыре, Федору Михайловичу уже необходимо было бы вернуться в Россию. Во второй повести муж предполагал главным героем выставить святителя Тихона Задонского, конечно, под другим именем. В письме к Майкову от 25 марта 6 апреля 1870 года Достоевский пишет «Хочу выставить во второй повести главной фигурой Тихона Задонского. А вось выведу величавую, положительную, святую фигуру. Почем мы знаем, может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература?» Письма том 2, 264 страница. Тихон Задонский в мире Тимофей Савельевич Кириллов, сын бедного дичка Валдайского уезда Новгородской губернии, учился в Новгородской семинарии и был оставлен при ней учителем, затем был ректором Тверской семинарии, а с 1763 года воронежский епископ. В 1767 году он поселился в Задонском монастыре. И здесь, до самой смерти, старый, немощный телом, но сильный духом, Тихон Задонский явил пример глубочайшей, деятельной любви к человеку. Благотворительствовал, просвещал людей, ухаживал за больными, писал религиозно-нравственные сочинения. Собрание духовных писаний Тихона Задонского выдержало пять изданий, первое в 1825-1826 годах в 15 частях, пятое издание в 1889 году. Вероятно, в начале 60-х годов, если еще не в Сибири, Достоевский заинтересовался его сочинениями и жизнью. В дневнике писателя за 1876 год Достоевский рекомендует читать всем, желающим познать душу русского народа, творение Тихона Задонского. А, кстати, многие ли знают про Тихона Задонского? Зачем это так совсем не знать и совсем дать себе слово не читать? Некогда, что ли? Поверьте, господа, что вы, к удивлению вашему, узнали бы прекрасные вещи. Достоевский, 1926-30 годы, том 11, 184-185 страницы. Жизнь и творение Тихона Задонского оказали влияние на создание образов старцев у Достоевского. Тихона в неосуществленном замысле жития великого грешника, Тихона в бесах, Макара Долгорукова в подростке, Зосимы в братьях Карамазовых, Смотри, Плетнев, сердцем мудрые, о старцах у Достоевского, в книге о Достоевском, сборник статей под редакцией Бема, том 2, Прага, 1933 год, страница 73, 92. Смотри также комментарии Лапицкой к академическому изданию Жития великого грешника, Достоевский, том 9, 499-518-я страницы. Федор Михайлович возлагал большие надежды на предполагаемый роман и смотрел на него, как на завершение своей литературной деятельности. Это его предвидение впоследствии оправдалось, так как многие герои задуманного романа вошли потом в роман братья Карамазовы. Но тогда мужу не удалось исполнить своего намерения, так как его увлекла другая тема, о которой он писал Страхову. На вещь, которую теперь пишу в русский вестник, я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны. Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность, но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце. Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Биография и письма, страница 288, примечание Достоевской. Письмо Страхову от 24 марта, 5 апреля 1870 года, письма, том 2, 257 страница. В письмах к Страхову от 24 марта, 5 апреля 1870 года, и Майкову от 25 марта, 6 апреля 1870 года, Достоевский подробно излагает план романа «Житие великого грешника». Письма, том 2, 258, и 263, 264 страницы. Достоевский придавал этому роману значение исповеди, творческого итога. Это будет мой последний роман, письма, том 2, 263 страница. Из писем к Страхову и Майкову видно, что работа над «Житие великого грешника» ведется параллельно с романом «Бесы». Смотри также записные тетради Достоевского. Москва, Ленинград, 1935 год. Постепенно замысел «Жития» вытесняется бесами, правда, писатель еще твердо верит, что сразу же после окончания бесов он приступит к работе над «Житиеем». Но Достоевский так и не осуществил своего намерения написать «Житие великого грешника». Смотри, Бродский, угасший замысел, в книге «Документы», 47-59 страницы, «Бицилли», «Почему Достоевский не написал жития великого грешника», в книге о Достоевском, сборник статей под редакцией Бэма, том 2, «Прага», 1933 год, страница 25-30, «Долинин», последние романы Достоевского, как создавались подросток и братья Карамазовы, Москва, Ленинград, 1963 год. Это был роман «Бесы», появившийся в 1871 году. Роман «Бесы» опубликован в номерах 1, 2, 4, 7, 9, 11 за 1871 год и в номере 11 и 12 за 1872 год журнала «Русский вестник». На возникновение новой темы повлиял приезд моего брата. Из письма Достоевского к Ивановой от 14-26 декабря 1869 года видно, что брат Анны Григорьевны Иван Григорьевич Сниткин, студент Петровской сельскохозяйственной академии, приехал в Дрезден в середине октября 1869 года. Письма том 2, 240-я страница. Дело в том, что Федор Михайлович, читавший разные иностранные газеты, в них печаталось многое, что не появлялось в русских, пришел к заключению, что в Петровской земледельческой академии в самом непродолжительном времени возникнут политические волнения. Действительно, многие иностранные, а особенно немецкие газеты, писали в это время о якобы существовавшей в России широко разветвленной сети заговорщических организаций и о скором восстании. Подробнее об этом смотри в статье Евнина, роман Бесы, в сборнике творчества Достоевского, Москва, 1959 год, но о том, что Достоевский предвидел, где именно должны начаться волнения в Петровской академии, сведений в других источниках, кроме воспоминаний Достоевской, нет. Опасаясь, что мой брат по молодости и бесхарактерности может принять в них деятельное участие, муж уговорил мою мать вызвать сына погостить у нас в Дрездене. Приездом моего брата Федор Михайлович рассчитывал утешить как меня, уже начавшую тосковать по родине, так и мою мать, которая уже два года жила за границей, то с детьми моей сестры, то выезжая к нам и очень соскучилась по сыну. Брат мой всегда мечтал о поездке за границу. Он воспользовался вакациями и приехал к нам. Федор Михайлович, всегда симпатизировавший брату, интересовался его занятиями, его знакомствами и вообще бытом и настроением студенческого мира. Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут-то и возникла у Федора Михайловича мысль в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение и одним из главных героев взять студента Иванова под фамилией Шатова, впоследствии убитого Нечаевым. Сюжет Бесов тесно связан с конкретным фактом убийством под Москвой 21 ноября 1869 года слушателя Петровской сельскохозяйственной академии Иванова, члена тайного общества «Народная расправа». Убийство было совершено организатором народной расправы Нечаевым при участии членов ее Успенского, Кузнецова, Прыжова, Николаева. Нечаев послужил прототипом образа Петра Верховенского в Бесах. Вероятно, Достоевскому были известны составленные Нечаевым анархистские общие правила организации, так как действия Петра Верховенского фанатическое следование Нечаевским правилам. Смотря об этом письма том 2, 483-485-я страницы. Подробнее о конкретно исторической основе романа смотри записные тетради Достоевского «Москва-Ленинград», 1935 год. Успенская «Воспоминания шестидесятницы», «Былое», 1922 год, номер 18-й, «Розенблат», к пересмотру некоторых литературных ценностей об отношении к роману «Бесы», «Русская литература», 1965 год, номер 3-й. Комментарий Туниманова к академическому изданию «Бесов», Достоевский, том 12, 192, 218-я страница. О студенте Иванове мой брат говорил как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко был потрясен мой брат, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал искреннюю привязанность. Описание Парка Петровской Академии и грота, где был убит Иванов, было взято Федором Михайловичем со слов моего брата. Смотрея описание Парка и грота в третьей части «Бесов», глава 6-я, «Многотрудная ночь», Достоевский, 1956-58 годы, том 7-й, 621-622 страницы. Замысел Бесов не сводится только к Нечаевскому делу. Творческая история Бесов прошла ряд этапов. Она в равной мере связана как с неосуществленными замыслами жития великого грешника, атеизма, так и с Нечаевским делом. Как подчеркивает сам Достоевский в письме Коткову от 8-го 20-го октября 1870-го года, процесс Нечаева послужил лишь еще одним фактом, которым он воспользовался для подтверждения своих идей. Письма том 2 288-я страница. Добавлю, что приезд моего брата в Дрезден оказался капитальным событием в его жизни. Среди членов русского общества он встретил девицу, сделавшуюся через год его женой. Хотя материал для нового романа был взят из действительности, тем не менее мужу было необыкновенно трудно его написать. По обыкновению Федор Михайлович был недоволен своей работой, много раз переделывал и листов 15 уничтожил. Тенденциозный роман был очевидно не в духе его творчества. О своей работе над бесами Достоевский писал Страхову 2-го 14-го декабря 1870-го года. Весь год я только рвал и переиначивал. Я исписал такие груды бумаги, что потерял даже систему для справок с записанным. Не менее десяти раз я изменял весь план и писал всю первую часть снова. Письма том 2 298-я страница. О творческой истории романа Бесы смотри записные тетради Достоевского Москва Ленинград 1935-й год Бродский творческая история романа Бесы книги свиток книга первая Москва 1922-й год страница 83-я 119-я Чулков как работал Достоевский Москва 1939-й год страница 198-я 239-я Комментарий Будановый к академическому изданию Бесов Достоевский том 12-й страница 161-я 192-я По мере того, как подрастала наша Любочка и не нуждалась более в моем безотлучном присутствии, я получила возможность вместе с Федором Михайловичем ходить в картинную галерею, в дешевые концерты, на брюловой террасе и на прогулке. На одной из них с нами произошел случай, рисующий всегдашнюю стремительность характера моего мужа. Дело было так. В зиму 1870-го года был назначен аукцион обстановки и вещей какой-то умершей немецкой герцогини. Продавались бриллианты, платья, белье, меха и прочее. И залы ее отеля были переполнены публикой. В один из последних дней аукциона мы проходили мимо ее дома, и я предложила зайти посмотреть, как у немцев происходят продажи с публичного торга. Федор Михайлович согласился, и мы поднялись в зал. Вещей оставалось сравнительно немного, и по большей части предметы роскоши, на которые среди экономных немцев нашлось мало охотников. Поэтому теперь вещи продавались не с бывшей оценки, а с предложенной цены. Друг Федор Михайлович заметил на полках буфета прелестный сервиз богемского стекла, изящного стиля, темно-вишневого цвета, с золоченными украшениями. Всего было 18 вещей. Две большие съемные вазы, две средние, шесть поменьше, четыре вазы для варенья и четыре тарелки. Все одного же рисунка. Федор Михайлович, любитель изящных вещей, любовался на вазы и говорил, вот бы нам приобрести эти прелестные вазы. Хочешь, Анечка, купим? Я смеялась, зная, что хоть у нас и есть деньги в эту минуту, но их не так много. Рядом с нами восхищалась хрусталем какая-то француженка. Она говорила своей спутнице, что жалеет, что так много вещей, а то бы она купила часть их. Это услышал Федор Михайлович и мигом обратился к ней со словами. Мадам, купимте пополам. Не прошло и пяти минут, как вещи были выставлены предпубликой. Цены 18 таллеров по одному таллеру за вещи. Как неэкономны немцы, но такая незначительная цена за большое количество вещей, показалась и им дешевую, и явились охотники, набавляя по пяти грошей. Один Федор Михайлович набавлял по таллеру. С каждую минуту азарт в нем возрастал. Я видела, что цена поднимается, и с ужасом думала, а что, если француженка откажется от покупки? Все вещи достанутся нам. Аукционист, доведя до 41 таллера и боясь упустить покупателей, закончил торг, и вещи стали нашу собственностью. Француженка не отказалась от покупки, и мы честно поделились вещами. Теперь предстояло покупку перенести домой. Федор Михайлович остался у вещей, а я с двумя носильщиками, несшими по вазе в каждой руке, отправилась домой. Им пришлось сходить за вещами два раза. Можно представить удивление моей матери, когда она увидела в комнате моего мужа коллекцию вас. Первый вопрос ее был, а как же вы все это повезете в Россию? Ведь у вас не сундуки, а чемоданы. Ведь все это разобьется дорогой. Это соображение не пришло в голову никому из нас. А если бы пришло, то Федор Михайлович, в охватившем его азарте, все-таки не отказался бы от покупки. Впрочем, все обошлось благополучно. Из Дрездена часто уезжали русские в Петербург, и я просила знакомых взять по вазе и передать моей сестре. Этот сервиз цел и поныне и составляет нашу семейную драгоценность. Как я упомянула, бывали мы с мужем у русского священника Розанова. Муж не особенно его ценил, так как по живости своего характера и некоторой легкомысленности в суждениях он не олицетворял типа служителя алтаря, каким представлял его себе Федор Михайлович. Жена священника была очень добра и гостеприимна, и у них были милые детки, которые все скрашивали. Среди русских дам, живших в те годы в Дрездене, оказалось несколько горячих поклонниц таланта моего мужа. Они приносили ему цветы, книги, а главное, баловали и задаривали игрушками нашу Любочку, чем, конечно, очень привлекали к себе внимание Федор Михайлович. В конце октября 1870 года дрезденские русские собрались у священника и по собственной инициативе положили послать тогдашнему канцлеру адрес по поводу депеши от 19 октября к представителям России. Депеша 17-29 октября, а не 19-го, 1870 года, извещала кабинеты о решении России уничтожить вторую статью Парижского трактата 1856 года о нейтрализации Черного моря. Все великие державы согласились подвергнуть пересмотру эту статью Парижского договора и вновь предоставить России держать военный флот в Черном море, что и было утверждено Лондонской конференцией 1871 года. Все собравшиеся стали просить Федора Михайловича написать этот адрес, и хоть он в то время был очень занят срочной работой, но согласился и написал. Вот этот адрес. Мы, русские, проживающие временно за границей, в Дрездене, с восторгом и благодарностью узнали о высочайшей воле, изображенной вами в депеши от 19 октября, к представителям России при державах, подписавших Парижский трактат. Мы счастливы, что можем и отсюда, братски и единодушно, собравшись вместе, заявить вашему сиятельству о радостных чувствах, испытанных каждым из нас при чтении вашей депеши. Нам как бы послышался в ней голос всей нашей великой и славной России. Каждый из нас, гордясь именем Русского, читал эти слова, исполненные правдой и высочайшего достоинства. Мы молим Бога о счастье нашей возлюбленной Родины и досохранит ее надолго от испытаний. Молим, да сохранит ей еще на долгие годы нашего обожаемого государя-освободителя, а ему таких доблестных слуг, как вы. Этот адрес был покрыт множеством подписей, доста и отослан канцлеру. Первые три года пребывания за границей я хоть и тосковала по России, но являлись новые впечатления, хорошие или дурные, и тоска моя рассеивалась. Но на четвертый год я уже не имела силы бороться с нею. Хоть около меня были любимые и наиболее дорогие для меня существа, муж, ребенок, моя мать и брат, но мне недоставало чего-то главного, недоставало Родины, России. Тоска моя мало-помалу перешла в болезнь, в ностальгию, и наше будущее представлялось мне вполне безнадежным. Мне думалось, что мы уже никогда больше не вернемся в Россию, что все будут какие-нибудь неодолимые препятствия. То у нас денег нет, то деньги есть, а нельзя ехать из-за моей беременности или из-за боязни простудить ребенка и так далее. За границей мне представлялось тюрьмой, в которую я попала и из которой никогда не смогу вырваться. Как меня не уговаривали родные, как не утешали надеждой, что обстоятельство изменится, и мы вернемся на Родину, все утешения были напрасны. Я изверилась в эти обещания и была убеждена, что судьбою мне суждено навсегда остаться на чужбине. Я вполне сознавала, что моею тоскою, мучаю моего дорогого мужа, которому и самому было невыразимо тяжело жить вдали от Родины. Я старалась сдерживаться при нем, не плакать, не жаловаться, но мой иногда грустный вид выдавал меня. Я говорил о себе, что готова на все невзгоды, на бедность, на нищету даже, но лишь бы жить на столь для меня дорогой Родине, которую я всегда гордилась. Вспоминая мое тогдашнее настроение, скажу, что оно подчас было невыносимо тяжелое и что злейшему моему врагу не могла бы его пожелать. В конце 1870 года выяснилось одно обстоятельство, благодаря которому мы имели возможность получить значительную для нас сумму. Именно Стелловский, купивший у Федора Михайловича права на издание полного собрания его сочинений в 1865 году, теперь издал в отдельном издании роман «Преступление и наказание». Согласно договору, Стелловский обязан был уплатить мужу свыше тысячи рублей. И вот роман был уже издан, а издатель ничего не хотел платить, хотя пасынок мужа и заявлял ему, что имеет доверенность на получение денег. Не надеясь на опытность пасынка, Федор Михайлович просил Майкова взять на себя труд получения этих денег, не на себя лично, а поручить дело опытному, присяжному, поверенному. Смотри письма к Майкову от 15-го, 27-го и 30-го декабря 1870 года. К письму от 30-го декабря приложена доверенность Достоевского Майкову на получение со Стелловского денег за отдельное издание «Преступление и наказание». Письма, том 2, 302-310 страницы. С глубочайшую благодарностью вспоминаю я о том, как бесконечно добр был многочтимый Майков к нам в эти 4 года нашей заграничной жизни. И в этом случае Аполлон Николаевич принял в нашем деле самое доброе участие и не только поручил наше дело поверенному, но даже сам пытался вести переговоры со Стелловским. Но этот издатель был заведомый плут, и Майков, опасаясь, что Стелловский может его обмануть, решился вызвать самого Федора Михайловича в Петербург. А так как ему было известно, что мы всегда сидим без денег, то придумал крайнюю меру, именно прислал нам телеграмму, в которой советовал мужу просить из литературного фонда взаймы 100 рублей и на эти деньги приехать в Петербург одному без семьи. Майков обратился в литературный фонд с просьбой выдать Достоевскому 500 рублей под иск, предъявленный к Стелловскому. В литературном фонде ответили, что могут дать не подыск, а взаймы с поручительством. Майков советовал Достоевскому просить у фонда 400 рублей, а не 100, вероятно, ошибка телеграфа. Смотри об этом письмо Майкова Достоевскому от 4 апреля 1871 года в книге Достоевский, том 2, 353-354 страницы. На беду телеграмма пришла 1 апреля, день, когда в России принято обманывать. И мы с мужем сначала приняли этот вызов в Петербург за чью-нибудь шутку или за коварное желание кого-нибудь из кредиторов, а может быть из Стелловского, вызвать Федора Михайловича в Петербург и там, угрожая посадить его в долговое отделение, расплатиться за преступление и наказание скупленными за бесценок нашими векселями. Добрый Аполлон Николаевич не ограничился присылкой телеграммы, а от своего имени позондировал комитет литературного фонда насчет выдачи писателю Достоевскому взаймы 100 рублей, но фонд и на этот раз отнесся к этой просьбе недружелюбно, о чем Майков говорит в своем письме от 21 апреля 1871 года. В дальнейшем я намерен выяснить дружелюбные отношения моего мужа к литературному фонду, его постоянное согласие выступать чтецом на его благотворительных вечерах и их всегда неприязненное отношение к нему литературного фонда, примечание Достоевской. Анна Григорьевна преувеличивает, когда пишет о тенденциозном недоброжелательном отношении к Достоевскому со стороны литературного фонда. Литературный фонд не возражал против желаемой Достоевским суды, однако потребовал поручительства, по всей вероятности потому, что писатель находился свыше четырех лет за границей и связи его с русскими литературными кругами почти прекратились. Об отношения к Достоевскому с литературным фондом смотри речь председателя фонда Гаевского в память Достоевского 2 февраля 1881 года в книге биография 99-я слотая страница и статью Заборовый Достоевский и литературный фонд русская литература 1975 год номер 3 страницы 158-я 170-я Федор Михайлович был очень расстроен получив это письмо и писал в ответ пропуск в рукописи «Видите ли, однако, как фонд высокомерно отнесся к моей, то есть к вашей обо мне просьбе насчет займа, каких потребовалось гарантий и прочего, и какой высокомерный тон ответа, если бы нигилист просил, не ответили бы так?» У Достоевской в рукописи не приведен ответ Достоевского Майкову на его письмо от 4 апреля 1871 года, хотя она явно собиралась это сделать. Восстанавливаем этот ответ по письму Достоевского от 21 апреля 1871 года, письма то 2 354-я страница. Время шло, и в апреле 1871 года, исполнилось 4 года, как мы жили за границей, а надежда на возвращение в Россию у нас то появлялась, то исчезала. Наконец, мы с мужем твердо положили непременно в скором времени вернуться в Петербург, какие тяжелые последствия не повлекло бы за собою наше возвращение. Но расчеты наши висели на волоске. Мы ожидали новые прибавления семейства в июле или в начале августа, и если б мы не успели за месяц до ожидаемого события перебраться в Россию, то нам неизбежно пришлось бы остаться еще на целый год до весны, так как вести новорожденного позднюю осенью было бы немыслимо. Когда мы предполагали, что, пожалуй, нам еще целый год не придется увидеть Россию, то оба приходили в полное отчаяние. До того невыносимо становилось жить на чужбине. Федор Михайлович часто говорил, что если мы останемся за границей, то он погиб, что он не в состоянии больше писать, что у него нет материала, что он чувствует, как перестает помнить и понимать Россию и русских. Так как дрезденские русские, наши знакомые, по его мнению, были не русские, а добровольные эмигранты, не любящие Россию и покинувшие ее навсегда. И это была правда. Все это были члены дворянских семей, которые не могли примириться с отменой крепостного права и с изменившимися условиями жизни и бросившие родину, чтобы насладиться цивилизацией Западной Европы. Это были большую частью люди, озлобленные новыми порядками и понижением своего благосостояния и полагавшие, что им будет легче жить на чужбине. Федор Михайлович так часто говорил о несомненной гибели своего таланта, так мучился мыслью, чем он прокормит свою все увеличивающуюся и столь дорогую для него семью, что я иногда приходила в отчаянии, слушая его. Чтобы успокоить его тревожное настроение и отогнать мрачные мысли, мешавшие ему сосредоточиться на своей работе, я прибегла к тому средству, которое всегда рассеивало и развлекало его. Воспользовавшись тем, что у нас имелась некоторая сумма денег, талеров триста, я завела как-то речь о рулетке, о том, отчего бы ему еще раз не попытать счастья. Говорила, что приходилось же ему выигрывать, почему не надеяться, что на этот раз удача будет на его стороне и тому подобное. Конечно, я ни минуты не рассчитывала на выигрыш, и мне очень жаль было таталеров, которыми приходилось пожертвовать, но я знала из опыта прежних его поездок на рулетку, что, испытав новые бурные впечатления, удовлетворив свою потребность к риску, к игре, Федор Михайлович вернется успокоенным и, убедившись в тщетности его надежд на выигрыш, он с новыми силами примется за роман и в две-три недели вернет все проигранное. Моя идея о рулетке была слишком по душе мужу, и он не стал от нее отказываться. Взяв с собою сто двадцать талеров и условившись, что в случае проигрыша я пришлю ему на выезд, он уехал в Висбаден, где и пробыл неделю. Как я и предполагал, игра на рулетке имела плачевный результат и вместе с поездкой Федор Михайлович издержал сто восемьдесят талеров, сумму для нас тогда очень значительную. Но те жестокие муки, которые испытал Федор Михайлович в эту неделю, когда укорял себя в том, что отнял деньги от семьи, от меня и ребенка, так на него повлияли, что он решил, что более никогда в жизни не будет играть на рулетке. Вот что писал мне мой муж от двадцать восьмого апреля тысяча восемьсот семьдесят первого года. Надо мною великое дело свершилось, исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти десять лет, или лучше со смерти брата, когда я вдруг был подавлен долгами. Я все мечтал выиграть, мечтал серьезно, страстно. Теперь же все кончено. Это был вполне последний раз. Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны? Я был связан игрой, я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это. Неточная цитата из письма Достоевского к Достоевской от 28 апреля 1871 года. Переписка страница 40. Конечно, я не могла сразу поверить такому громадному счастью, как охлаждение Федора Михайловича к игре на рулетке, ведь он много раз обещал мне не играть и не в силах был исполнить своего слова. Однако счастье это осуществилось и это был действительно последний раз, когда он играл на рулетке. Впоследствии в свои поездки за границу 1874-й, 75-й, 76-й, 79-й годы Федор Михайлович ни разу не подумал поехать в игорный город. Правда, в Германии вскоре были закрыты рулетки, но существовали в СПА, в Саксоне и в Монте-Карло. Расстояние не помешало бы мужу съездить туда, если бы он пожелал. Но его уже более не тянуло к игре. Казалось, эта фантазия Федора Михайловича выиграть на рулетке была каким-то наваждением или болезнью, от которой он внезапно и навсегда исцелился. Вернулся Федор Михайлович из Визбадена, бодрый, успокоившийся, и тотчас принялся за продолжение романа Бесы, так как предвидел, что переезд в Россию, устройство на новом месте и затем ожидаемые семейные события не дадут ему возможности много работать. Все помыслы моего мужа были обращены на новую полосу жизни, пред нами открывающуюся, и он стал предугадывать, как-то он встретится со старыми друзьями и родными, которые, по его мнению, могли очень измениться за протекшие четыре года, он сознавал и в самом себе перемену некоторых своих взглядов и мнений. В последних числах июня 1871 года были получены из редакции русского вестника следуемые за роман деньги, и мы, не теряя ни одного дня, принялись за окончание наших дрезденских дел, вернее, выкуп вещей и уплату долгов, и за укладку вещей. За два дня до отъезда Федор Михайлович призвал меня к себе, вручил несколько толстых пачек исписанной бумаги большого формата и попросил их сжечь. Хоть мы и раньше с ним об этом говорили, но мне так стало жаль рукописей, что я начала умолять мужа позволить мне взять их с собой. Но Федор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его, несомненно, будут обыскивать, и бумаги от него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при аресте в 1849 году. Возможно было предполагать, что до просмотра бумаг нас могут задержать в Вершболове, а это было бы опасно ввиду приближающегося семейного события. Как не жалко было мне расставаться с рукописями, но пришлось покориться настойчивым доводом Федора Михайловича. Мы растопили камин и сожгли бумаги. Таким образом погибли рукописи романов «Идиот» и «Вечный муж». Особенно жаль мне было лишиться той части романа «Бесы», которая представляла собою оригинальный вариант этого тенденциозного произведения. Мне удалось отстоять только записные книжки к названным романам и передать моей матери, которая предполагала вернуться в Россию позднюю осенью. Эти спасенные записи к романам «Идиот» и «Бесы» были опубликованы из архива Достоевского «Идиот» неизданные материалы под редакцией Сокулина и Бельчикова «Москва-Ленинград» 1931 год. Записные тетради Федора Михайловича Достоевского «Москва-Ленинград» 1935 год Достоевский 9-я 11-я 12-я страницы. Взять же с собой целый чемодан с рукописями она не соглашалась. Большое количество их могло возбудить подозрения и бумаги были бы от нее отобраны. Наконец, 5 июля вечером нам удалось выехать из Дрездена на Берлин, где мы пересели на поезд, отправлявшийся в Россию. Много хлопот было нам дорогой с нашою резвую Любочкой, которой было год 10 месяцев. Мы ехали без няни и ввиду моего болезненного состояния с нею все время пути в 68 часов нянчился мой муж. Выводил ее на платформы гулять, приносил молоко и еду, развлекал ее играми, словом, действовал как самая умелая нянюшка и этим очень облегчил для меня продолжительный переезд. Как мы предполагали, так и случилось. На границе у нас перерыли все чемоданы и мешки, а бумаги и пачку книг отложили в сторону. Всех уже выпустили из ревизионного зала, а мы трое оставались, да еще кучка чиновников, столпившихся около стола и разглядывавших отобранные книги и тонкую пачку рукописи. Мы стали беспокоиться, не пришлось бы нам опоздать к отходящему в Петербург поезду, как наша Любочка выручила нас из беды. Бедняжка успела проголодаться и принялась так голосисто кричать «мама, дай булочке», что чиновникам скоро надоели ее крики и они решили нас отпустить с миром, возвратив без всяких замечаний и книги и рукописи. Еще сутки пришлось нам промучиться в вагоне, но сознание того, что мы едем по русской земле, что вокруг нас все свои русские, было до того утешительно, что заставляло нас забывать все дорожные невзгоды. Мы с мужем были веселы и счастливы и спрашивали друг друга, неужели правда, что мы наконец в России? До того диковинным казалось нам осуществление нашей давнишней мечты. Глава восьмая 1871 год Окончание заграничного периода нашей жизни Заканчивая заграничный период нашей жизни скажу, что вспоминаю его с глубочайшую благодарностью судьбе. Правда, в течение четырех слишком лет, проведенных нами в добровольной ссылке, нас постигли тяжкие испытания. Смерть нашей старшей дочери, болезнь Федора Михайловича, наша постоянная денежная нужда и необеспеченность в работе, несчастная страсть Федора Михайловича к игре на рулетке и невозможность вернуться на родину. Но испытания эти послужили нам на пользу. Они сближали нас, заставляли лучше понимать и ценить друг друга и создали ту прочную взаимную привязанность, благодаря которой мы были так счастливы в нашем супружестве. Для меня же лично воспоминания о тех годах представляются яркую, красивую картиной. Мы жили и посетили много прелестных городов и местностей Дрезден, Баден-Баден, Женева, Милан, Флоренция, Венеция, Прага, и пред моими восхищенными глазами открылся целый, мне неведомый доселе мир. И моя юная любознательность была вполне удовлетворена посещением соборов, музеев, картинных галерей, особенно когда приходилось осматривать их в обществе любимого человека, каждая беседа с которым открывала для меня что-либо новое в искусстве или в жизни. Для Федора Михайловича все эти посещаемые нами местности не представляли ничего нового, но он, обладая глубоко развитым художественным вкусом, с истинным наслаждением посещал Дрезденскую и Флорентинскую картинные галереи и часами осматривал собор Святого Марка и дворцы Венеции. Правда, за границей у нас совсем не было никакого общества, кроме случайных и мимолетных встреч, но первые два года Федор Михайлович был даже рад этому полному удалению от общества, слишком он утомился со смерти своего брата Михаила в борьбе с постигшими его неудачами и несчастьями и слишком солоно доставалось ему от людей литературного мира. Кроме того, Федор Михайлович находил, что для мыслящего человека иногда чрезвычайно полезно пожить в уединении, вдали от текущих, всегда волнующих событий и вполне отдаться своим мыслям и мечтам. Впоследствии, вернувшись в столичный круговорот, Федор Михайлович не раз вспоминал, как хорошо ему было за границей иметь полный досуг, чтобы обдумать план своего произведения или прочитать намеченную книгу не спеша, а вполне отдаваясь овладевшему им впечатлению восторга и умиления. А сколько ярких, глубоких радостей дала нам заграничная жизнь, помимо внешних прекрасных впечатлений. Рождение детей, начало семьи, о которой всегда мечтал Федор Михайлович, наполнило и осветлило нашу жизнь. И я с благодарностью судьбе говорю, да будут благословенны те прекрасные годы, которые мне довелось прожить за границей почти наедине с этим удивительным по своим высоким душевным качествам человеком. Заканчивая обзор нашего более чем четырехлетнего пребывания за границей, скажу о внутреннем значении нашей столь долго уединенной жизни. Несмотря на бесчисленные заботы и всегдашние денежные недостатки и иногда угнетающую скуку, столь продолжительная уединенная жизнь имела плодотворное влияние на проявление и развитие в моем муже всегда бывших в нем христианских мыслей и чувств. Все друзья и знакомые, встречаясь с нами по возвращении из-за границы, говорили мне, что не узнают Федор Михайлович, до такой степени его характер изменился к лучшему, до того он стал мягче, добрее и снисходительнее к людям. Привычная ему строптивость и нетерпеливость почти совершенно исчезли. Приведу из воспоминаний Страхова Диография и письма страница 294 примечания Достоевской Я совершенно убежден, что эти четыре с лишним года, проведенные Федором Михайловичем за границей, были лучшим временем его жизни, то есть таким, которое принесло ему всего больше глубоких и чистых мыслей и чувств. Он очень усиленно работал и часто нуждался, но он имел покой и радость счастливой семейной жизни и почти все время жил в совершенном уединении, то есть вдали от всяких значительных поводов оставлять прямой путь развития своих мыслей и глубокой душевной работы. Рождение детей, забота о них, участие одного супруга в страданиях другого, даже самая смерть первого ребенка, все это чистые, иногда высокие впечатления. Нет сомнения, что именно за границей при этой обстановке и этих долгих и спокойных размышлениях в нем совершилось особенное раскрытие того христианского духа, который всегда жил в нем. Эта существенная перемена очень ярко обнаружилась для всех знакомых, когда Федор Михайлович вернулся из-за границы. Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того, он переменился в обращении, получившем большую мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения, и на губах появлялась нежная улыбка. Лучшие христианские чувства, очевидно, жили в нем, те чувства, которые все чаще и яснее выражались в его сочинениях. Таким он вернулся из-за границы. Федор Михайлович и сам в дальнейшие годы с благодарностью вспоминал наше заграничное житье. Родные и знакомые заметили и во мне большую перемену. Из робкой, застенчивой девушки я выработалась в женщину с решительным характером, которую уже не могла испугать борьба с житейскими невзгодами, вернее сказать, с долгами, достигшими ко времени возвращения нашего в Петербург 25 тысяч. Моя веселость и жизнерадостность остались при мне, но проявлялись только в семье, среди родных или друзей. При посторонних и особенно в обществе мужчин я одержала себя до нельзя сдержанно, ограничиваясь в отношении их холодной вежливостью и больше молчала и внимательно слушала, чем высказывала свои мысли. приятельницы мои уверяли меня, что я страшно состарилась за эти четыре года и упрекали, зачем я не обращаю внимания на свою внешность, не одеваюсь и не причесываюсь по моде. Соглашаясь с ними, я тем не менее не хотела ни в чем изменяться. Я твердо была убеждена, что Федор Михайлович любит меня не за одну внешность, а и за хорошие свойства моего ума и характера, и что мы успели за это время срастись душой, как говорил Федор Михайлович. Моя же старомодная внешность и видимое избегание мужского общества могли только благоприятно действовать на моего мужа, так как не давали поводов для проявления с его стороны дурной черты его характера ни на чем не основанной ревности. Часть пятая Снова в России Глава первая Возвращение на Родину 8 июля 1871 года в ясный жаркий день вернулись мы в Петербург после четырехлетнего пребывания за границей. С Варшавского вокзала мы Измайловским проспектом проезжали мимо собора Святой Троицы, в котором происходило наше венчание. Мы с мужем помолились на церковь, на нас глядя перекрестилась и наша малютка дочь. Что Шанечка сказал Федор Михайлович, ведь мы счастливо прожили эти четыре года за границей, несмотря на то, что подчас было трудновато. Что это даст нам петербургская жизнь. Все пред нами в тумане. Предвижу много тяжелого, много затруднений и беспокойств, прежде, чем встанем на ноги. На одну помощь Божию только и надеюсь. Зачем горевать заранее, старалась я его утешить. Будем надеяться, что Бог нас не оставит. Главное, наша давнишняя мечта исполнилась, и мы с тобою опять на родине. Мы остановились в гостинице на Большой Конюшенной улице, но прожили там всего два дня. Оставаться в ней ввиду приближающегося прибавления семейства было неудобно, да и непосредством. Мы заняли две меблированные комнаты в третьем этаже, дома номер три по Екатеринговскому проспекту. Выбрали эту местность с той целью, чтобы наша девочка жаркие июльские и августовские дни могла проводить в Юсуповом саду, который находился поблизости. В первые же дни по приезде нас посетили родные Федора Михайловича, и со всеми ими мы встретились очень дружелюбно. За эти четыре года положение Эмилии Федоровны Достоевской изменилось к лучшему. Старший сын ее, Федор Михайлович, был отличный музыкант и имел много выгодных уроков на рояле. Второй сын, Михаил Михайлович, служил в банке. Дочь Екатерина Михайловна тоже имела занятие по стенографии, так что в семье жилось довольно привольно. К тому же Эмилия Федоровна привыкла за это время к мысли, что Федор Михайлович, имея семью, может помогать ей только в экстренных случаях. Лишь один Павел Александрович никак не мог отказаться от мысли, что отец, как он упорно называл Федора Михайловича, обязан содержать не только его, но и его семью. Впрочем, и с ним я встретилась радушно, главным образом потому, что мне очень понравилась его жена Надежда Михайловна, на которой он только в апреле этого года женился. То была хорошенькая женщина небольшого роста, скромная и неглупая. Я никак не могла понять, как она решилась выйти замуж, за такого невозможного человека, как Павел Александрович. Мне было искренно ее жаль. Я предвидела, как тяжела будет ее жизнь. Через восемь дней по приезде в Петербург 16 июля рано утром родился наш старший сын Федор. сын писателя Федор Федорович Достоевский впоследствии окончил гимназию в Петербурге, а затем два факультета Дердского университета, юридический и естественный. Служил по коннозаводству и одно время имел в Петербурге довольно большую скаковую конюшню. В области коннозаводства считался одним из крупнейших в России специалистов, и имя его часто встречается в специальных справочниках и изданиях по русскому коннозаводству. Я почувствовала себя дурно накануне. Федор Михайлович весь день и всю ночь молившийся о благополучном исходе сказал мне потом, что решил, если родиться сын, хотя бы за 10 минут до полуночи назвать его Владимиром именем святого равноапостольского князя Владимира, память которого празднуется 15 июля. Но младенец родился 16-го и был наречен Федором в честь своего отца, как мы давно это решили. Федор Михайлович был страшно счастлив и тем, что родился мальчик, и тем, что столь беспокоившее его семейное событие благополучно совершилось. Когда я стала поправляться, окрестили нашего мальчика. Восприемником его, как и наших двух дочерей, был друг Федора Михайловича, известный поэт Аполлон Николаевич Майков, а крестную матерью Федор Михайлович выбрал свою дочь Любочку, которой не было еще двух лет. В конце августа муж съездил в Москву и получил от редакции русского вестника часть гонорара, запечатавшийся в 1871 году роман Бесы. Достоевский ездил в Москву за получением гонорара от редакции русского вестника не в конце августа, а в конце июля, первых числах августа. Из письма Достоевского к Ивановой от 9 августа 1871 года видно, что после поездки в Москву он уже несколько дней находится в Петербурге. Письма до 2 368 страницы. Смотри также переписка страница 45. Денег было получено не особенно много, но все же явилась возможность переехать из меблированных комнат на димнюю квартиру. Главное наше затруднение состояло в том, что у нас не было никакой обстановки. Мне пришло на мысль отправиться в Апраксин двор и спросить тамошних мебельных торговцев, не согласятся ли они продать нам мебель с рассрочкой платежа по 25 рублей в месяц, с тем, чтобы до выплаты всей суммы мебель считалась собственностью продавца. Нашелся один торговец, который согласился на эти условия и выдал нам сразу вещей на 400 рублей. Но что это были за вещь? Мебель была новая, но вся из ольхи и сосны, не говоря уже о нелепом фасоне, так плохо была сработана, что через три года вся расклеилась и развалилась, и ее все пришлось заменить новую. Но я и такой мебели была рада. Она давала нам возможность завести собственную квартиру. В меблированных комнатах оставаться было немыслимо. Кроме всяческих неудобств, близкое соседство маленьких детей, благодаря их крикам и плачу, мешало мужу и спать, и работать. Условившись насчет мебели, я принялась искать квартиру. Павел Александрович вызвался мне помогать. В тот же вечер он объявил, что нашел отличную квартиру в восемь комнат за очень дешевую плату сто рублей в месяц. «Зачем же нам такая большая квартира?» с удивлением спросила я. «Совсем она невелика. Для вас будет гостиная, кабинет, спальня, детская, для нас гостиная, кабинет, спальня, а столовая у нас будет общая». «Разве вы рассчитываете жить с нами вместе?» изумилась я его наглостью. «А как же иначе?» «Я так и жене сказал, когда отец приедет, то мы поселимся вместе». «Тут мне пришлось поговорить с ним серьезно и доказать, что обстоятельства теперь переменились и я ни в коем случае не соглашусь жить на общей квартире». По своему обыкновению Павел Александрович начал говорить дерзости и грозить, что пожалуют Федору Михайловичу, но я не стал его и слушать. «Четыре года самостоятельной жизни не прошли для меня даром». Павел Александрович исполнил свою угрозу и обратился к Федору Михайловичу, но услышал в ответ «Я все хозяйство предоставил жене, как она решила, так и будет». Долго не мог простить мне, Павел Александрович, крушение своих планов. после после долгих поисков я нашла квартиру на Серпуховской улице близ технологического института в доме Архангельской и наняла ее на свое имя, чтобы избавить мужа от хозяйственных хлопот. Квартира состояла из четырех комнат, кабинета, где работал и спал Федор Михайлович, гостиной, столовой и большой детской, где спала я. Смотря на свою плохую мебель, я утешала себя, что хозяйственные принадлежности и теплые вещи нам не придется покупать, так как они были розданы на хранение разным лицам. Но, увы, и тут ждали меня неудачи. Столовая и медная посуда и кухонные принадлежности хранились в доме нашем у одной знакомой старой барышни. В наше отсутствие она умерла и ее сестра увезла с собою в провинцию все оставшееся после нее, не разбирая, что было ее, что чужое. Шубы наши были просрочены в закладе одной дамой, взявшейся наблюдать за уплатой процентов, хотя мы аккуратно высылали деньги на этот предмет. Стекло и фарфор, сданные на хранение моей сестре Марье Григорьевне, были разбиты горничной, которые поручили их вымыть, а она, поскользнувшись, уронила поднос с фарфором на пол. Последняя потеря меня особенно огорчила. Мой отец был знатоком и ценителем фарфора, любил ходить по антикварам и приобрел много прекрасных вещей. После его смерти на мою долю досталось несколько прелестных чашек Бью-Сакс, Севр Николаевских времен, а также старинная граненая мелкою гранью посуда. До сих пор жалею я об утрате прелестных чашечек с пастушками и стакана с мухой, столь живо нарисованной на стекле, что все пившие из этого стакана ловили ее как живую. Дорого бы я дала, чтобы вернуть эти милые воспоминания детства. Та же грустная судьба постигла и вещи Федора Михайловича. У него была прекрасная библиотека, о которой он очень тосковал за границей. В ней было много книг, подаренных ему друзьями-писателями с их посвящениями. Много было серьезных произведений по отделам истории и старообрядчества, которым Федор Михайлович очень интересовался. При нашем отъезде Павел Александрович упросил моего мужа оставить эту библиотеку на его попечение, уверяя, что она нужна для его образования и обещая возвратить ее в целости. Оказалось, что он, нуждаясь в деньгах, распродал ее по букинистам. На мой упрек он отвечал дерзостями и объявил, что мы сами во всем виноваты, зачем вовремя не высылали ему денег. Потеря ценной библиотеки чрезвычайно огорчила Федора Михайловича. Теперь он не имел возможности затрачивать, как прежде, большие деньги на покупку столь нужных ему книг. К тому же в его библиотеке находилось несколько редких книг, которые невозможно было купить. Весной 1917 года, во время работы над рукписями Достоевского в Московском историческом музее, Гроссману удалось найти тетрадь, в которую Анна Григорьевна Достоевская внесла список всех книг библиотеки Достоевского в последний период его жизни. Список этот послужил материалом для составления каталога книг Федора Михайловича Достоевского в последние годы его жизни «Смотри, Гроссман, библиотека Достоевского по неизданным материалам и приложениям каталога библиотеки Достоевского Одесса 1919 год. В 1958 году Фридлендер в Институте русской литературы впервые изучил оставшуюся неизвестной Гроссману составленную Анной Григорьевной Достоевской вторую тетрадь с перечнем книг Достоевского. Смотри десятки на Фридлендер библиотека Достоевского Материалы Том четвертый 253 271 страница Приятным сюрпризом для меня оказалась большая плетеная корзина с бумагами хранившаяся у одних моих родственников. Рассматривая ее содержимое я нашла несколько записных книжек Федора Михайловича относящихся к роману «Преступление и наказание» и мелким повестям несколько книг по ведению журналов «Время и эпоха», доставшихся от умершего брата Михаила Михайловича и много самой разнообразной корреспонденции. Записные книжки к «Преступлению и наказанию» изданы из архива Достоевского «Преступление и наказание. Неизданные материалы. Москва-Ленинград. Государственное издательство художественной литературы. 1931 год. Достоевский «Преступление и наказание». Издание подготовили Апульская и Коган «Москва. Наука. 1970 год. Страница 427-597. Достоевский. Седьмой том. Пятая 212-я страницы. В архиве Достоевской книги по ведению журналов «Время и эпоха» не обнаружены, но подобная книга в конце 1920-х годов была передана в музей-квартиру Достоевского, Достоевской дочерью Михаила Михайловича Достоевского и в настоящее время хранится в Государственной библиотеке имени Ленина. Эти бумаги и документы были очень полезны в дальнейшей нашей жизни, когда приходилось доказывать или опровергать какие-либо факты из жизни Федора Михайловича. Глава 2 В сентябре 1871 года какая-то газета оповестила публику о возвращении писателя Достоевского из-за границы и этим оказала нам медвежью услугу. Кредиторы наши, доселе молчавшие, сразу явились с требованиями об уплате долгов. Первым и очень грозным выступил Гинтерштейн. Ему должен был не лично Федор Михайлович и не по журнальным делам, а по табачной фабрике покойного его брата. Более точная фамилия Гинтерлах. Смотри, Гроссман, 145-я страница. Литературное наследство, том 83-й, 181-я, 185-я, 194-я, 216-я, 218-я страницы. Переписка страница 46-я. Михаил Михайлович человек весьма предприимчивый, кроме журнала имел еще табачную фабрику. Целью большого распространения табака он придумал премию в виде ножниц, бритвы, перочинного ножика и тому подобного, вложенных в ящики с сигарами. Эти сюрпризы привлекли много покупателей. Вышеозначенные металлические вещи покупались Михаил Михайловичем у оптового торговца Гинтерштейна. Тот отпускал в кредит и брал значительные проценты. Когда хорошо пошла подписка на журнал «Время», Михаил Михайлович расплачивался постепенно с Гинтерштейном, которого считал самым требовательным из своих кредиторов. За несколько дней до своей смерти он с радостью сообщил жене и Федору Михайловичу, что наконец-то развязался с этой пиявкой Гинтерштейном. Когда после смерти брата все долги перешли к Федору Михайловичу, к нему явилась госпожа Гинтерштейн и заявила, что Михаил Михайлович остался ей должен около двух тысяч рублей. Федор Михайлович припомнил слова брата об уплате долга Гинтерштейну и сказал ей об этом, но она объявила, что это отдельный долг и что она дала эти деньги Михаил Михайловичу без всякого документа. Она умоляла Федора Михайловича или уплатить ей деньги, или выдать векселя, рыдала, становилась на колени, уверяла, что муж сживает ее сосвету. Федор Михайлович, всегда веривший в людскую честность, поверил ей и выдал два векселя по тысяче рублей каждый. По первому векселю уже было уплачено до 1867 года. По второму же векселю, возросшему с процентов за пять лет до 1200 рублей, Гинтерштейн требовал вскоре после нашего возвращения. Он прислал угрожающее письмо, и Федор Михайлович поехал к нему просить отсрочки до Нового года, когда он получил деньги за свой роман. Вернулся он в отчаяние. Гинтерштейн объявил, что больше ждать не намерен, и решил все его движимое имущество. Если же его не хватит на покрытие долга, то посадить Федора Михайловича в долговое отделение. Так называлось отделение, помещавшееся в первой роте Измайловского полка в доме Тарасова, где содержались лица, лишенные свободы за долги, примечания Достоевской. О долговом доме Тарасова, грозившем неоднократно Достоевскому, имеются упоминания в его письмах, например, в письме к Майкову от 16-28 августа 1867 года. Достоевский пишет, «Оно положим, и говорю не для красы и не для словца, долговое отделение с одной стороны было бы мне даже очень полезно. Действительность, материал, второй мертвый дом, одним словом, материалу было бы по крайней мере на 4 или на 5 тысяч рублей, но ведь я только что женился, и кроме того, выдержал ли бы я душное лето в доме Тарасова? Это составляло неразрешимый вопрос. Если же бы мне писать в доме Тарасова при припадках усиленных было нельзя, то чем бы я расплатился с долгами? Письма том 2, 25-26 страницы. Да разве я, сидя в долговом, вдали от семьи, с разными посторонними людьми, могу заниматься литературой? Сказал ему Федор Михайлович. Чем же я буду вам платить, если вы лишаете меня возможности работать? О, вы известный литератор, и я рассчитываю, что вас тотчас же выкупят из тюрьмы литературный фонд, отвечал Гинтерштейн. Федор Михайлович не любил тогдашних деятелей литературного фонда. Он высказал сомнения в их помощи, а если бы она и была предложена, то, как он объявил Гинтерштейну, он предпочитает сидеть в долговом, чем принять эту помощь. Мы долго обсуждали с мужем, как лучше устроить дело, и решили предложить Гинтерштейну новую сделку, внести ему теперь 100 рублей, и предложить уплачивать 50 рублей в месяц, с тем, чтобы после Нового года заплатить остальное. С этим предложением муж вторично поехал к Гинтерштейну, и вернулся страшно возмущенный. По его словам Гинтерштейн после долгого разговора сказал ему, вот вы талантливый русский литератор, а я только маленький немецкий купец, и я хочу вам показать, что могу известного русского литератора упрятать в долговую тюрьму. Будьте уверены, что я это сделаю. Это было после победоносной франко-прусской войны, когда все немцы стали горды и высокомерны. Я была возмущена подобным отношением к Федору Михайловичу, но понимала, что мы находимся в руках негодяя и не имеем возможности от него избавиться. Предвидя, что Гинтерштейн одними угрозами не ограничится, я решила сама попытаться уладить дело, и не сказав ни слова о своем намерении мужу, который бы, наверное, мне запретил, отправилась к Гинтерштейну. Встретил он меня высокомерно и объявил или деньги на стол, или через неделю ваше имущество будет отнисано и продано с публичного торга, а ваш муж посажен в Тарасов дом. Так в общежитии называлось долговое отделение примечания Достоевской. Наша квартира нанята на мое имя, а не на имя Федора Михайловича, хладнокровно ответила я. Мебель же взята в долг с рассрочкой платежа и до окончательной уплаты принадлежит торговцу мебели, а поэтому описать ее нельзя, и в виде доказательств я показала ему квартирную книжку и копию условия с мебельщиком. Что же касается вашей угрозы насчет долгового отделения, продолжала я, то я предупреждаю вас, что если это случится, то я буду умолять моего мужа остаться там до истечения срока вашего долга. Пребывание должника в долговом погашало долг. За 1200 рублей приходилось сидеть там от 9 до 14 месяцев. Примечание Достоевской. «Сама я поселюсь вблизи, буду с детьми навещать его и помогать ему в работе. И вы таким образом не получите ни единого гроша, да сверх того принуждены будете платить кормовые. Кредитор должен был оплачивать содержание посаженного им в долговое должника. Примечание Достоевской. Даю вам честное слово, что вы за свою неуступчивость будете наказаны». Гинтерштейн принялся жаловаться на неблагодарность Федора Михайловича, нежелающего уплатить долг, который он так долго на нем терпел. «Нет, это вы должны быть благодарны мужу, в негодование говорила я, за то, что он выдал вексель вашей жене за долг, может быть, давно уплаченный. Если Федор Михайлович это сделал, то лишь из великодушия, из жалости ваша жена плакала, говорила, что вы сживете ее со святу. Если же вы осмелитесь привести в исполнение вашу угрозу, то я опишу всю эту историю и помещу ее в сыне отечества. Пусть все увидят, на что способны честные немцы». Я была вне себя и говорила, не разбирая выражений. Моя горячность на этот раз помогла. Немец струсил и спросил, чего же я хочу. До того же самого, о чем просил вчера мой муж. Ну, хорошо, давайте деньги. Я потребовала подробную расписку нашего условия, так как боялась, что Гинтерштейн впоследствии отдумает и опять начнет нас мучить. Победительницей возвращалась я домой, зная, что на некоторое время устроила спокойствие моего дорогого мужа. Глава третья Прежде чем рассказывать о нашей борьбе с кредиторами, продолжавшейся еще десять лет, почти до самой смерти Федора Михайловича, я хочу объяснить, как именно явились эти столь замучившие нас обоих долги. Лишь самая малая доля их, тысячи две-три, была сделана лично Федором Михайловичем. Главным же образом то были долги Михаила Михайловича по табачной фабрике и по журналу «Время». После неожиданной смерти Михаила Михайловича он проболел лишь три дня, семья его, жена и четверо детей, привыкшие к обеспеченной даже широкой жизни, остались без всяких средств. Федор Михайлович, к тому времени овдовевший и не имевший детей, счел своей обязанностью заплатить долги брата и поддержать его семью. Возможно, что ему и удалось бы исполнить свое благородное намерение, если бы он имел осторожный и практический характер. К сожалению, он слишком верил в людскую честность и благородство. Когда впоследствии я слышала рассказы очевидцев о том, как Федор Михайлович выдавал векселя и из старинных писем узнавала подробности многих фактов, то поражалось его чисто детской непрактичностью. Его обманывали и брали от него векселя все, кому было несовестно и не лень. При жизни брата Федор Михайлович не входил в денежную часть журнала и не знал, в каком положении дела находятся. Когда же после смерти Михаила Михайловича мужу пришлось взять на себя издание журнала «Эпоха», то пришлось взять на себя и все оставшиеся неуплаченными долги по изданию журнала «Время», по типографии, бумаге, переплетной и прочему. Но кроме известных Федору Михайловичу сотрудников времени к нему стали являться люди большей частью совершенно ему неизвестные, которые уверяли, что покойный Михаил Михайлович остался им должен. Почти никто не представлял тому доказательств. Да Федор Михайлович, веривший в людскую честность, их и не спрашивал. Он, как мне передавали, обыкновенно говорил просителю «Сейчас у меня никаких денег нет, но если хотите, я могу выдать вексель, прошу вас только скоро с меня не требовать, уплачу, когда будет можно». Люди брали векселя, обещали ждать, и, конечно, не исполняли обещаний, а взыскивали немедленно. Приведу случай, правдивость которого мне пришлось проследить по документам. Один малоталантливый писатель Икс, помещавший свои произведения во времени, явился к Федору Михайловичу с просьбой уплатить ему 250 рублей за повесть, помещенную в журнале еще при жизни Михаила Михайловича. По обыкновению денег у мужа не оказалось, и он предложил вексель. Икс горячо благодарил, обещал ждать, когда у Федора Михайловича поправятся дела, а вексель просил дать бессрочный, чтобы не иметь надобности по наступлении срока его протестовать. Каково же было изумление Федора Михайловича, когда через две недели с него потребовали по этому векселю деньги и хотели приступить к описи имущества. Федор Михайлович поехал к Икс за объяснением. Тот смутился, стал оправдываться, уверять, что хозяйка грозила прогнать его с квартиры, и он доведенный до крайности отдал ей вексель Федора Михайловича, взяв с нее слово, что она подождет взыскивать деньги. Обещал еще раз поговорить с нею, убедить ее и так далее. Разумеется, из переговоров ничего не вышло, и Федору Михайловичу пришлось за большие проценты занять деньги для уплаты для уплаты этого долга. Лет через восемь, пересматривая по какому-то случаю бумаги Федора Михайловича, я нашла записную книжку по редакции времени. Представьте мое удивление и негодование, когда я нашла в ней расписку писателя Икс в получении от Михаила Михайловича денег за эту же повесть. Я показала расписку мужу и услышала в ответ «Вот уж не думал, что Икс способен был меня обмануть. До чего доводит человека крайность?» По моему мнению, значительная часть взятых на себя Федором Михайловичем долгов была подобного рода. Их было около двадцати тысяч, а с наросшими процентами к нашему возвращению из-за границы оказалось около двадцати пяти. Уплачивать нам пришлось в течение тринадцати лет. Лишь за год до смерти мужа мы, наконец, с ними расплатились и могли дышать свободно, не боясь, что нас будут мучить напоминаниями, объяснениями, угрозами описи и продажи имущества и прочим. Для уплаты этих фиктивных долгов Федору Михайловичу приходилось работать сверх сил, и тем не менее отказывать и себе, и всей нашей семье не только в довольстве, в комфорте, но и в самых насущных наших потребностях. Как счастливее, довольнее и спокойнее могли бы мы прожить эти четырнадцать лет нашей супружеской жизни, если бы над нами не висела всегда забота об уплате долгов? А как бы выиграли в художественном отношении произведение моего мужа, если бы он не имел этих взятых на себя долгов и мог писать романы не спеша, просматривая и отделывая, прежде чем отдать их в печать? В литературе и обществе часто сравнивают произведения Достоевского с произведениями других талантливых писателей и упрекают Достоевского в чрезмерной сложности, запутанности и нагроможденности его романов, тогда как у других творения их отделаны, а у Тургенева, например, почти ювелирски отточены. И редко кому приходит в голову припомнить и взвесить те обстоятельства, при которых жили и работали другие писатели и при которых жил и работал мой муж. Почти все они, Толстой, Тургенев, Гончаров, были люди здоровые и обеспеченные и имевшие полную возможность обдумывать и отделывать свои произведения. Федор же Михайлович страдал двумя тяжкими болезнями, был обременен большой семьей, долгами и занят тяжелыми мыслями о завтрашнем дне, о насущном хлебе. Была ли какая возможность при таких обстоятельствах отделывать свои произведения? Сколько раз случалось за последние 14 лет его жизни, что две-три главы были уже напечатаны в журнале, четвертая набиралась в типографии, пятая шла по почте в русский вестник, а остальные были еще не написаны, а только задуманы. И как часто Федор Михайлович, прочитав уже напечатанную главу своего романа, вдруг ясно прозревал свою ошибку и приходил в отчаяние, сознавая, что испортил задуманную вещь. «Если б можно было вернуть, говаривал он иногда, если б можно было исправить, теперь я вижу, в чем затруднение, вижу, почему мне не удается, роман, я, может быть, этой ошибкой в конец убил мою идею». И это была истинная скорбь, скорбь художника, увидевшего ясно, в чем он ошибался, и не имеющего возможности исправить ошибку. Да, к несчастью, никогда не представлялась ему такой возможности. Нужны были деньги для житья, для уплаты долгов, а потому приходилось, несмотря на болезнь, иногда на другой день после припадка работать, торопиться, еле просматривать рукопись, только чтобы она была отослана к сроку, и за нее можно было бы поскорее получить деньги. И ни разу в жизни, за исключением его первой повести «Бедные люди», не пришлось Федору Михайловичу написать произведение не наспех, не торопясь, обдумав обстоятельно план романа и обсудив все его детали. Такого великого счастья судьба не послала Федору Михайловичу, а это всегда было его задушевной, хотя, увы, недостижимой мечтой. Эти взятые на себя долги были вредны Федору Михайловичу и в экономическом отношении. В то время, когда обеспеченные писатели Тургенев, Толстой, Гончаров знали, что их романы будут на перерыв оспариваться журналами, и они получали по 500 рублей за печатный лист. Необеспеченный Достоевский должен был сам предлагать свой труд журналам, а так, как предлагающий всегда теряет, то в тех же журналах он получал значительно меньше. Так он получил за романы «Преступление и наказание», «Идиот» и «Бесы» по 1500 рублей за печатный лист, за роман «Подросток» по 250 рублей, и только за последний свой роман «Братья Карамазовы» по 300 рублей. Горькое чувство подымается во мне, когда вспоминаю, как испортили мою личную жизнь эти чужие долги, долги человека, которого я никогда в жизни не видала, к тому же долги фиктивные, по векселям, взятым у мужа обманом, недобросовестными людьми. Вся моя тогдашняя жизнь была омрачена постоянными размышлениями о том, где к такому-то числу достать столько-то денег, где и за сколько заложить такую-то вещь, как сделать, чтобы Федор Михайлович не узнал о посещении кредитора или об закладе какой-нибудь вещи. На это ушла моя молодость, пострадало здоровье и расстроились нервы. Еще обиднее становится при мысли, что половина этих бедствий могла бы быть устроена, если бы среди друзей мужа нашлись добрые люди, которые хотели бы руководить Федора Михайловича в незнакомом ему деле издания журнала. Мне всегда представлялось непонятным и жестоким, что лица, которых Федор Михайлович считал своими друзьями, зная его чисто детскую непрактичность, излишнюю доверчивость и болезненность, могли допустить его разбираться одного во всех претензиях и долгах, оставшихся после смерти Михаила Михайловича. Неужели не могли они помочь ему рассмотреть все претензии и потребовать доказательств каждого долга? Я убеждена, что многие претензии никогда бы и не появились, если бы стало известно, что их будет разбирать не один доверчивый Федор Михайлович. Увы, между друзьями и почитателями моего мужа не нашлось ни одного доброго человека, который захотел бы пожертвовать своим временем и оказать ему настоящую услугу. Все они жалели Федора Михайловича, сочувствовали ему, но все это были слова, слова, слова. Скажут, пожалуй, что друзья Федора Михайловича были поэты, романисты и ничего не понимали в практической жизни. Отвечу на это, что все эти лица превосходно умели устраивать свои личные дела. Возразят, может быть, что Федор Михайлович желал самостоятельности и не допустил бы посторонних указаний, но и это возражение будет неверно. Он охотно передал мне все свои дела, выслушивал и исполнял мои советы, хотя в начале он, конечно, не мог считать меня опытным дельцом. С тем же доверием отнесся бы Федор Михайлович и к помощи друзей, если бы ему она была предложена. С горьким чувством обиды за Федора Михайловича думаю я о подобных друзьях и о подобных дружеских отношениях. Глава четвертая Первое время после возвращения в Россию я надеялась уплатить часть долгов, продав назначенный мне в приданное дом. Я с нетерпением ждала возвращения из Дрездена моей матери, уехавшей на свадьбу сына, и возвращения из Рима моей сестры, которая в отсутствии матери заведовала всеми нашими домами. Она обещала, вернувшись весною, сдать нам все отчеты по управлению. Но весною она заболела тифом и скончалась 1 мая 1872 года в Риме. После ее кончины мы узнали, что доверенность на управление всеми делами она давно уже дала своему мужу, а тот, в свою очередь, уезжая часто из Петербурга вместе с женою, передал управление какому-то своему знакомому. Этот господин, пользуясь в течение трех-четырех лет доходами с домов, не нашел нужным уплачивать казенных налогов, накопились крупные недоимки и дома были назначены к продаже с публичного торга. У нас не было средств заплатить эти недоимки и спасти дома от аукциона, но мы надеялись, что их купят за хорошую цену и моя мать получит деньги, которые и отдаст мне вместо обещанного дома. К сожалению, надежды мои не оправдались. Господин, управлявший нашими домами, совершил фиктивные условия с подставными лицами, которым будто бы отдал дома в аренду на десять лет и получил вперед все деньги. Эта сделка обнаружилась лишь на торгах и понятно, что не нашлось желающих купить дома. Тогда негодяй приобрел их, заплатив казенные недоимки, то есть за несколько тысяч получил три дома, два больших флигеля и громадный участок земли. Таким образом, на долю матери, брата и меня не осталось ничего. Конечно, мы могли бы начать процесс, но у нас не было средств, чтобы его вести. К тому же, возбудив его, мы должны были бы привлечь к ответственности мужа моей сестры. Это нас бы с ним поссорило, и мы лишились бы возможности видеться с детьми-сиротами, которых мы очень любили. Тяжело было мне отказаться от единственной надежды поправить наши печальные обстоятельства. Вначале я допускала кредиторов вести переговоры с Федором Михайловичем, но результаты этих переговоров были плохие. Кредиторы говорили мужу дерзости, грозили описью обстановки и долговым отделением. Федор Михайлович после таких разговоров приходил в отчаяние, целыми часами ходил по комнате, теребил волосы на висках его обычный жест, когда он сильно волновался, и повторял «Ну что же, что же будем мы теперь делать?» А на завтра случался припадок эпилепсии. Мне было чрезвычайно жаль моего бедного мужа, и я, не говоря ему о том, решила переговоры с кредиторами взять на одну себя. Какие удивительные типы перебывали у меня за это время. то были главным образом перекупщики векселей, чиновничьи вдовы, хозяйки меблированных комнат, отставные офицеры, ходатые низшего разряда. Все они купили векселя за гроши, а получить желали полностью. Грозили мне и описью, и долговым, но я уже знала, как с ними говорить. Доводы мои были те же самые, как при переговорах с Гинтерштейном. Видя бесполезность угроз, кредиторы соглашались, и мы взамен векселя Федора Михайловича подписывали отдельные условия. Но как трудно было мне выплачивать обещанное в назначенный срок. На какие ухищрения приходилось пускаться, занимать у родных, закладывать вещи, отказывать себе и семье в самом необходимом. Получение денег у нас было нерегулярным и всецело зависело от успеха работы Федора Михайловича. Приходилось должать за квартиру и по магазинам, и когда получались деньги 400-500 рублей за раз, их муж всегда отдавал мне, у меня зачастую на другой же день оставалось лишь 25-30 рублей. Посещение кредиторов не могли иногда пройти незамеченными моим мужем. Он допрашивал меня, кто, по какому делу приходил и, видя мое нежелание рассказывать, начинал упрекать меня в скрытности. Жалобы эти отразились и в некоторых из его писем. Но я не могла быть всегда откровенной с Федором Михайловичем. Ему был необходим покой для успешной работы. Неприятности же обыкновенно вызывали припадки эпилепсии, мешавшие этой работе. Приходилось тщательно скрывать от него все, что могло его расстроить или огорчить, даже рискуя показаться ему скрытной. Как все это было тяжело. И такую жизнь мне пришлось вести почти тринадцать лет. С горечью вспоминаю также бесцеремонные просьбы родных мужа. Как немалы были наши средства, Федор Михайлович считал себя не вправе отказывать в помощи брату Николаю Михайловичу пасынку, а в экстренных случаях и другим родным. Кроме определенной суммы 50 рублей в месяц, брат Коля получал при каждом посещении по 5 рублей. Николай Михайлович Достоевский, младший брат Федора Михайловича, по образованию гражданский инженер и архитектор, служил первое время в Ревеле, затем в Петербурге, но уже в начале 60-х годов оставил службу по болезни. Федор Михайлович Достоевский всегда относился к нему с особенной любовью и состраданием, постоянно помогал ему, почти нищенствовавшему всю свою жизнь. А Николая Михайловича Достоевского смотри Володской, 348-355 страницы. Он был милый и жалкий человек. Я любила его за доброту и деликатность и все же сердилась, когда он учащал свои визиты под разными предлогами поздравить детей с рождением или именинами, беспокойством о нашем здоровье и тому подобном. Не скупость говорила во мне, а мучительная мысль, что дома лишь 20 рублей, а завтра назначен кому-нибудь платеж и мне придется опять закладывать вещи. Особенно раздражал меня Павел Александрович. Он не просил, а требовал и был глубоко убежден, что имеет на это право. При каждой крупной получке денег Федор Михайлович непременно давал пасынку значительную сумму, но у того постоянно являлись экстренные нужды, и он приходил к отчиму за деньгами, хотя отлично знал, как тяжело нам живется в материальном отношении. Ну что, папа, как его здоровье, спрашивал он меня, входя, мне необходимо с ним поговорить, до зарезу нужны 40 рублей. Ведь вы знаете, что Котков ничего еще не прислал, и у нас денег совсем нет, отвечала я. Сегодня я заложила свою брошь за 25 рублей. Вот квитанция, посмотрите. Ну что ж, заложите еще что-нибудь. Но у меня все уже заложено. Мне необходимо сделать такую-то издержку, настаивал пасынок. Сделайте ее тогда, когда мы получим деньги. Я не могу отложить, но у меня нет денег. А мне что за дело? Достаньте где-нибудь. Я принималась уговаривать Павла Александровича просить у отчима не 40 рублей, которых у меня нет, а 15, чтобы у меня самой осталось хоть 5 рублей на завтрашний день. После долгих упрашиваний Павел Александрович вступал, видимо, считая, что делает мне этим большое одолжение. И я давала мужу 15 рублей для пасынка, с грустью думая, что на эти деньги мы спокойно бы прожили дня три, а теперь завтра опять придется идти закладывать какую-нибудь вещь. Не могу забыть, сколько горя и неприятностей причинил мне этот бесцеремонный человек. Может быть, удивятся, почему я не протестовала против такого бесцеремонного требования денег, но если б я поссорилась с Павлом Александровичем, то он тотчас пожаловался бы на меня Федору Михайловичу, сумел бы все извратить, представиться обиженным, произошла бы ссора, и все это подействовало бы на мужа самым угнетающим образом. Щадя его спокойствие, я предпочитала лучше сама терпеть и во всем себе отказывать, лишь бы в нашей семье сохранился мир. Глава пятая Несмотря на неприятные приставания кредиторов и постоянный недостаток денег, я все же с удовольствием вспоминаю зиму 1871-72 года. Уже одно то, что мы опять на родине, среди русских и всего русского, представляло для меня величайшее счастье. Федор Михайлович также был чрезвычайно рад своему возвращению, возможности увидеться с друзьями и главные возможности наблюдать текущую русскую жизнь, от которой он чувствовал себя несколько отдалившимся. Федор Михайлович возобновил знакомство со многими прежними друзьями, а у своего родственника профессора Владиславлева имел случай встретиться со многими лицами из ученого мира. С одним из них Григорьевым востоковедом Федор Михайлович с особенным удовольствием беседовал. Познакомился у князя Мещерского издателя гражданина с Филипповым и со всем кружком обедавшим у Мещерского по средам. Здесь же встретился с Победоносцевым, с которым впоследствии очень сблизился, и эта дружба сохранилась до самой его смерти. Славяно-фильские убеждения Григорьева, равно как и интерес Достоевского к востоку и восточной миссии России, Россия одновременно великая европейская и азиатская держава, способствовали их сближению. Долинин высказал предположение о некотором влиянии статей Григорьева, особенно сборника «Россия и Азия» Санкт-Петербург 1875 год на политические фильетоны дневника писателя, где речь идет о восточном вопросе. Долинин отмечает также близость характеристики Грановского как ученого в дневнике писателя за 1876 год статьи «Идеалисты-циники» и «Постыдно ли быть идеалистом» в связи с восточным вопросом с ранней статьей Григорьева, нашумевшей в свое время Грановский до его профессорства в Москве «Русская беседа 1856 год». И указывает, что образ Грановского нарисованный Григорьевым имеет столько общих черт со старшим Верховенским в бесах, что невольно напрашивается мысль о знакомстве Достоевского с этой статьей, а может быть и с автором ее еще до заграничного периода. Письма том 3, 298 страница. О Мещерском и о сотрудничестве Достоевского в «Гражданине» смотри дальнейший текст воспоминаний Анны Григорьевны Достоевской. Часть 6. Государственный и общественный деятель, писатель и публицист Тертий Иванович Филиппов в 50-х годах был одним из видных участников кружка молодого москвитянина. Он оказал довольно сильное влияние на Аполлона Григорьева, Островского, Писемского, Погодина своими славянофильскими идеями о необходимости возвращения России к допетровскому строю и быту, ко дням Каташихина, патриаршеством и соборами. Славянофильские идеи и концепции Филиппова по восточному и церковному вопросам произвели известные впечатления на Достоевского в эпоху почвенничества, вероятно, не без участия Аполлона Григорьева. В ноябре 1871 года Достоевский через Майкова обращается за консультацией к Филиппову как к знатоку церковной истории и с этого времени между ними начинается духовное сближение и дружба. Смотри «Литературное наследство», том 15, страницы 149-156, где опубликованы письма Филиппова к Достоевскому. Сблизившись с Достоевским в год работы писателя в «Гражданине», Победоносцев стремился использовать талант художника и публициста в политических целях. Красный архив 1923 год, том 2, 252-я страница. В известной мере Достоевским автором дневника писателя Победоносцев мог быть довольным, имея в виду реакционные тенденции публицистики Достоевского 70-х годов. Но Достоевский художник, романист, внушал тревогу верноподданному царедворцу. Наиболее ярко это выразилось в его письме к Достоевскому с отзывом о пятой книге братьев Карамазовых про и контр. Победоносцев даже советует придать огню бунтарские страницы романа. Когда художнику не удалась его статуя или он недоволен, весь металл идет опять в горнило. Впрочем, и то сказать, что всякий художник творит по-своему, и вы, если бы выжидали, может быть, никогда и не решились бы выпустить свое произведение. Литературное наследство, том 15, страница 139. Об отношениях Достоевского и Победоносцева смотри статьи Гроссман Достоевские и правительственные круги 70-х годов Литературное наследство, том 15, Туниманов Публицистика Достоевского Дневник писателя В книге Достоевский художник и мыслитель Москва 1972 год страницы 165-210. Помню, в эту зиму приезжал в Петербург постоянно живший в Крыму Данилевский, и Федор Михайлович, знавший его еще в юности ярым последователем учения Фурье и очень ценивший его книгу «Россия и Европа», захотел возобновить старое знакомство. В 40-е годы Николай Яковлевич Данилевский посещал кружок Петрашевцев, где с увлечением изучал систему Фурье. Смотри изложение им учения Фурье в книге Лейкиной «Петрашевцы» под редакцией Щеголева «Москва», 1924 год. В 1849 году он был арестован по делу Петрашевского. Проведя сто дней в Петропавловской крепости, Данилевский представил оправдательную записку, в которой доказал свою политическую невиновность и был освобожден от суда, но выслан из Петербурга сначала в Вологду, а затем в Самару. С 1853 года Данилевский сотрудничал в различных периодических изданиях, публикуя статьи как по своей специальности «Ботаника», так и на различные общественные, политические и философские темы. В 1869 году Данилевский печатает в журнале «Заря» свой главный труд «Россия и Европа», отдельное издание 1871-88-89 годов. Занимающие большую часть книги рассуждения Данилевского об упадке Европы и о своеобычных особенностях России, православии, община и тому подобное не представляли ничего нового по сравнению с тем, что было уже высказано славянофилами. Более оригинальными для своего времени явились политические взгляды Данилевского, особенно предложенный им проект разрешения восточного вопроса, заключающийся в образовании Славянской Федерации, во главе со столицей Константинополем. О влиянии труда Данилевского на мировоззрение Достоевского 70-х годов автора дневника писателя, начавшего выходить через 4 года после появления книги «Россия и Европа», смотрев книги Гришина «Дневник писателя» Достоевского «Мельбурн» 1966 год, страницы 132-135. Он пригласил Данилевского к нам на обед, и кроме него несколько умных и талантливых людей, запомнила Майкова, Ломанского, Страхова, беседа их затянулась до глубокой ночи. В ту же зиму Третьяков, владелец знаменитой Московской картинной галереи, просил у мужа дать возможность нарисовать для галереи его портрет. Основатель знаменитой картинной галереи Павел Михайлович Третьяков всю жизнь оставался большим почитателем творчества Достоевского. Особенно сблизился он с Достоевским в Москве в июне 1880 года, когда в качестве городского головы принимал активное участие в организации Пушкинского праздника. Об этом свидетельствуют дружеские письма Достоевского к Третьякову от 14 июня 1880 года и к его жене Третьяковой от 13 июня 1880 года. Смотри в книге Боткина Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве Москва 1960 год страницы 239-240 Сравни также Белов несобранные письма Достоевского в книге «Русская литература» и «Общественно-политическая борьба 17-19 веков Ленинград 1971 год». После смерти Достоевского Третьяков писал Крамскому 5 февраля 1881 года. Много высказано и написано, но сознают ли действительно как велика потеря? Это помимо великого писателя был глубоко русский человек, пламенно чтивший свое отечество, несмотря на все его язвы. Это был не только апостол, как верно вы его назвали, это был пророк, это был ему доброму учитель, это была наша общественная совесть. Переписка Крамского и Третьякова 1869-1887 годы, Москва 1953 год, страница 277. С этой целью приехал из Москвы знаменитый художник Перов. Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели. Заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно сказать, что Перов уловил на портрете минуту творчества Достоевского. Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда бывало войдешь к нему, заметишь, что он как бы в себя смотрит, и уйдешь, ничего не сказав. Потом узнаешь, что Федор Михайлович так был занят своими мыслями, что не заметил моего прихода и не верит, что я к нему заходила. Перов был умный и милый человек, и муж любил с ним беседовать. О своей работе над портретом Достоевского в конце апреля первой половины мая 1872 года Василий Григорьевич Перов сообщал в письмах к Третьякову. Смотри письма художников Третьякову 1870-1879 годы Москва 1968 год страницы 76-77 Достоевский дважды пишет о творчестве Перова. Первый раз по поводу его картины «Проповедь на селе» в статье «Выставка в Академии художеств» за 1860-61 год. Смотри Достоевский том 19 151-168 страницы. И второй раз об охотниках на привале в дневнике писателя за 1873 год в статье по поводу выставки Достоевский 1926-30 годы том 11-й 73-я 74-я страница. Подробнее о работе Перова над портретом Достоевского смотри в статье Зельберштейна «Новонайденные и забытые письма Достоевского литературное наследство том 86-й страницы 118-я 124-я Я всегда присутствовала на сеансах и сохранила о Перове самое доброе воспоминание. Зима пролетела быстро и наступила весна 1872-го года, а с нею в нашей жизни целый ряд несчастий и бедствий, оставивших после себя долго незабываемые последствия. Глава 6-я 1872-й год Лето Мне пришлось слишком подробно рассказать несчастье, приключившееся с нами летом 1872-го года, главным образом ради того, чтобы были поняты читателю письма Федора Михайловича Достоевского ко мне, относящиеся к тому времени, примечания Достоевской. Пословица говорит «Беда не ходит одна». И в жизни почти каждого человека было время, когда его постигала целая полоса, серия разнообразных и неожиданных несчастья и неудач. То же самое случилось и с нами. Несчастья наше начались в конце 1871-го года, когда наша дочка Лиля, ей было тогда два с половиной года, бегая на наших глазах по комнате, споткнулась и упала. Так как она сильно кричала, то мы бросились к ней, подняли и принялись успокаивать, но она продолжала плакать и не позволяла дотронуться до своей правой руки. Это заставило нас подумать, что ушиб был серьезный. Федор Михайлович, няня и горничная бросились отыскивать доктора. Федор Михайлович, узнав в аптеке адрес ближайшего хирурга, привез его через полчаса. Почти одновременно привела и няня другого доктора из-за Буховской больницы. Осмотрев ушибленную руку, хирург высказал мнение, что произошел вывих, тотчас вправил кость и забинтовал ручку в толстую папку. Второй доктор подтвердил мнение хирурга о вывихе и уверил, что раз кость вправлена, она скоро срастется. Мнение двух компетентных докторов нас успокоило. Мы пригласили хирурга посещать больную, и тот в течение двух недель каждое утро приходил к нам, разбинтовывал ручку и говорил, что все идет оба мы с Федором Михайловичем указывали хирургу на то, что на три вершка выше ладони имеется некоторое возвышение темно-багрового цвета. Хирург уверял, что и вся ручка больной распухла, и что это обычное кровоизлияние при вывихе, которое должно мало-помалу разойтись. Ввиду нашего отъезда хирург предложил нам для безопасности в дороге не разбинтовывать ручку до того времени, пока мы не приедем на место. Вполне успокоенный насчет происшедшего печального случая, мы выехали 15 мая 1872 года в Старую Руссу. Выбор этого курорта, как нашего летнего местопребывания, был сделан по совету профессора Владиславлева, мужа родной племянницы Федора Михайловича Марии Михайловны. И муж и жена уверяли, что в Руссе жизнь тихая и дешевая, и что их дети за прошлое лето благодаря соленым ваннам очень поправились. Федор Михайлович, чрезвычайно заботившийся о здоровье детей, захотел повезти их в Руссу и дать им возможность воспользоваться купаниями. Первое наше путешествие в Старую Руссу ярко запечатлелось в моей памяти как одно из отрадных воспоминаний нашей семейной жизни. О пребывании Достоевского в Старой Руссе в 1872 году и в последующие годы смотри подробно в книге «Рейнус. Достоевский в Старой Руссе. Ленинград 1971 год». Смотри также повесть «Гранина обратный билет. Новый мир 1976 год номер восьмой». Ходзима 1871-72 года и прошла для нас благополучно и интересно, но мы уже с Великого Поста начали мечтать о том, как бы уехать раннюю весною и куда-нибудь подальше, в глушь, где можно было бы работать, да и пожить вместе не на народе, как в Петербурге, а как привыкли с мужем жить за границей, довольствуясь обществом друг друга. И вот наша мечта осуществилась. Выехали мы в прекрасное теплое утро, и часа через четыре были на станции Соснинка, откуда по Волхову идут пароходы до Новгорода. На станции мы узнали, что пароход отходит в час ночи, и что нам придется прождать здесь целый день. Остановились на постоялом дворе, а так как в комнате было душно, то мы вместе с детьми и их старушкой няней пошли гулять по деревне. Но тут с нами произошел комический случай. Не успели мы пройти половину улицы, как повстречали бабу с ребенком, лицо которого было покрыто красными пятнами и волдырями. Прошли дальше, и встретили трех-четырех ребятишек, у которых тоже были волдыри и красные пятна на лицах. Это нас очень смутило, и навело на мысль, нет ли в деревне больных оспою и не заразились бы наши дети. Федор Михайлович живо скомандовал идти домой и обратился к хозяйке с вопросом, не было ли болезни в деревне и почему у детей лица в пятнах. Баба даже обиделась и ответила, что никаких болезней у них нет и не было, а что это все комарики детей забежают. Насчет оспы мы вскоре успокоились, так как не прошло и часу, как мы убедились, что и в самом деле это комарики, так как лица и ручки наших детей были сильно обезображены их укусами. В полночь мы перешли на пароход, уложили детск спать, а сами часов до трех ночи просидели на палубе, любуюсь на реку и на только что распустившиеся деревья по берегам Волхова. Предрассветом стало холодно, я ушла в каюту, а Федор Михайлович остался сидеть на воздухе, он так любил белые ночи. Часов в шесть утра я почувствовала, что кто-то дотронулся до моего плеча. Я поднялась и слышу, говорит Федор Михайлович, Аня, выйди на палубу, посмотри, какая удивительная картина. И вправду картина была удивительная, ради которой можно было забыть о сне. Когда я впоследствии припоминала Новгород, эта картина всегда представлялась моим глазам. Было чудное весеннее утро, солнце ярко освещало противоположный берег реки, на котором выселись белые зубчатые стены Кремля и ярко горели золоченые главы Софийского собора, а в холодном воздухе гулко раздавался колокольный звон к заутренней. Федор Михайлович, любивший и понимавший природу, был в умиленном настроении, и оно невольно передалось мне. Мы долго рядом сидели молча, как бы боясь нарушить очарование. Впрочем, радостное настроение наше продолжалось и весь остальной день. Давно уже у нас не было так хорошо и покойно на душе. Когда дети проснулись, мы переехали на другой пароход, идущий в Старую Русу. Пассажиров было мало, и мы хорошо устроились. Да и ехать было чудесно. Озеро Ильмень было спокойно, как зеркало. Благодаря безоблачному небу оно казалось нежно-голубым, и можно было думать, что мы находимся на одном из швейцарских озер. Последние два часа переезда пароход шел по реке Полисти. Она очень извилиста, и старая русса со своими издалека виднеющимися церквами казалось то приближалось, то отдалялось от нас. Наконец, в три часа дня пароход подошел к пристани. Мы забрали свои вещи, сели на линейки и отправились разыскивать нанятую для нас через родственника Владиславлева дачу священника Румянцева. Впрочем, разыскивать долго не пришлось. Только что мы завернули с набережной реки Перерытецы в Пятницкую улицу, как извозчик мне сказал, а вон и батюшка стоит у ворот, видно, вас дожидается. Действительно, зная, что мы приедем около 15 мая, священник и его семья поджидали нас и теперь сидели и стояли у ворот. Все они нас радостно приветствовали и мы сразу почувствовали, что попали к хорошим людям. Батюшка, поздоровавшись с ехавшим на первом извозчике моим мужем, подошел ко второму, на котором я сидела с Федей на руках, и вот мой мальчуган довольно дикий и никому не шедший на руки, очень дружелюбно потянулся к батюшке, сорвал с него широкополую шляпу и бросил ее на землю. Все мы рассмеялись и с этой минуты началась дружба Федора Михайловича и моя с отцом Иоанном Румянцевым и его почтенной женой Екатериной Петровной, длившиеся десятки лет и закончившиеся только со смертью этих достойных людей. Кроме указанной выше книги Рейнуса о священнике Румянцеве смотри «Некролог Друг Достоевского» новости 1905 год 12-25 февраля номер 36 и статьи Круглова «Поездка в Старую Руссу» исторический вестник 1895 год номер 4 где приводятся также краткие воспоминания самого Румянцева о встречах с Достоевским в Старой Русси и «Боград» неизвестные автографы Достоевского «Литературная Россия» 1978 год номер 4 27 января «Все все мы очень устали с дороги и в добром и радостном настроении кончили этот первый день нашей старорусской жизни но боже мой как мало дано человеку возможности знать что будет с ним завтра а завтра произошло вот что часов в 11 после завтрака желая отпустить детей в сад и стесняясь тем что повязка на руке девочки сильно загрязнилась я решила распороть ту папку в которую была зашита хирургом ее больная ручка и разбинтовать ее как он мне это позволил и что же я увидела за несколько дней опухоль ручки сильно опала но зато ясно выказалось то возвышение ниже ладони на которое мы с мужем указывали в петербурге хирургу возвышение казалось уже не мягким как прежде а твердым в верхней же части руки было заметно углубление в палец глубиною так что кривизна ручки была несомненно меня это страшно поразило и я тотчас позвала Федора Михайлович и он ужасно встревожился полагая что не произошло ли что дурное с ручкой девочки во время нашего долгого пути позвали отца Иоанна и просили его указать нам доктора тот жил близко и скоро пришел осторожно осмотрев руку он к нашему ужасу объявил что у девочки была не вывихнута рука а надломлена косточка а так как ее неудачно скрепили и не сделали гипсовой повязки то она и срослась неправильно на наш вопрос что же будет с рукой впоследствии доктор ответил что кривизна увеличится и рука будет изуродована возможно и то что левая будет расти нормально а правая отставать в росте словом что девочка будет сухорукая каково каково было нам с мужем услышать что наша милая девочка которую мы так нежели и любили будет калекой сначала мы не поверили и спросили нет ли в городе хирурга доктор ответил что с солдатами посылаемыми в руссу на ванны приехал военный врач хирург но что он с ним не знаком и не может поручиться за его умение решили пригласить хирурга а доктора просили у нас подождать добрый батюшка отправился за хирургом и через полчаса привел к нам военного врача сильно на веселе которого он разыскал где-то в гостинице за бильярдом привыкший обращаться с солдатами врач не подумал быть осторожнее с маленькой пациенткой и осматривая руку так нажал на едва сросшуюся кость что она страшно закричала и заплакала к нашему большому горю военный врач подтвердил мнение своего коллеги то есть что произошел не вывих а надлом кости а так как с того времени прошло около трех недель то косточка успела срастись и срослась неправильно старорусским доктором был Ройхель директор старорусских минеральных вод а военным врачом приезжавшим в старую русу Шенк смотри дальнейший текст воспоминаний Достоевской и письмо Достоевского к Достоевской от 27 мая 1872 года переписка 48 50 страница Когда мы спросили докторов что же теперь делать оба выразили мнение что необходимо сросшуюся кость вновь сломать и соединив осколки наложить гипсовую неподвижную повязку и что тогда кость срастется правильно предупредили что операцию надо сделать теперь же как можно скорее пока косточка не вполне срослась на вопрос наш будет ли операция очень болезненная доктора ответили утвердительно и хирург даже прибавил что не может взять на себя ответственность за то выдержит ли наша девочка на вид такая бледная и хрупкая столь мучительную операцию Но нельзя ли сделать операцию под хлороформом спросил Федор Михайлович но ему ответили что маленьких детей опасно хлороформировать так как они могут уснуть навсегда сердечную болью вспоминаю о том как мы с мужем были поражены неожиданным открытием и до чего несчастливы не зная на что решиться мы просили торопивших нас докторов дать нам день сроку чтобы все обдумать положение наше было поистине трагическое с одной стороны немыслимо было оставить девочку калекой и не сделать попытки выпрямить ее ручку с другой как доверить эту операцию хирургу может быть даже неопытному мы так недавно жестоко поплатились за наше доверие да к тому же любящему выпить к тому же неуверенность хирурга в успехе операции ведь я не могу поручиться за то что рука правильно срастется может придется и повторить операцию его подлинные слова неуверенность его даже в том выдержит ли наша милая крошка такую мучительную операцию все это повергло нас страшное отчаяние боже что мы с мужем пережили в этот несчастный день обдумывая наше решение федор михалыч вне себя от горя и беспокойства быстро ходил взад и вперед по садовой террасе теребя себя за виски что всегда было признаком его крайнего волнения я же с минуты на минуту ждала что с ним произойдет припадок и глядя на него и больную дочку плакала бедная наша крошка не отходившая от меня тоже плакала словом был сплошной ужас выручил нас ставший с тех пор нашим другом священник отец Иоанн Румянов видя наше отчаяние он сказал нам бросьте вы наших докторов они ничего не понимают и ничего не умеют они только замучают вашу дочку лучше поезжайте с ней в Петербург и если нужна операция то сделайте ее там отец Иоанн говорил так убедительно представил столько доводов что помог нам решиться на поездку в Петербург но имелись основательные возражения и против поездки подумать только рассчитывали провести лето в уединении и покое и запастись здоровьем на зиму нашли хорошую дачу совершили такой утомительный путь и вдруг приходится возвращаться назад всей семьей в душный Петербург где у нас и квартиры то нет мы ее сдали предотъездом заплатив за дачу полтора сто рублей приходилось искать дачу где-нибудь в окрестностях столицы и это при наших то незначительных средствах когда приходилось держаться строгой экономии кроме того жалко было покидать и дачу нам понравившуюся и оставлять людей которые отнеслись к нам с такой добротой батюшка батюшка предложил и другой исход именно уехать нам с Любой и после операции вернуться обратно в Руссу Федю же с его няней и кухаркой оставит на даче батюшка и его жена Екатерина Петровна обещали смотреть за ребенком и его няньками все то время пока мы будем в отсутствии оба они и батюшка и матушка так искренне сочувствовали нашему горю и с такой сердечной готовностью взялись присматривать за Федей что мы могли быть спокойны что они уберегут нашего мальчуга но было одно обстоятельство сильно нас тревожившее именно нашему сыну было всего 10 месяцев и я продолжала его кормить и он и я были вполне здоровы и я предполагала его перестать кормить когда выйдут глазные зубы и вот приходилось внезапно бросить мальчика не знавшего никакой другой пищи нам представлялось что перемена сразу всего режима дурно на него подействует и он заболеет да и на мое здоровье мог неблагоприятно повлиять внезапный отказ от кормления все это страшно смущало нас обоих но боязнь и жалость к нашей крошке все превозмогли и мы решились завтра же выехать в Петербург как грустен был наш отъезд я все утро не расставалась с моим дорогим мальчуганом Федор Михайлович часто приходил в детскую и казалось не мог наглядеться на сына наконец когда пришел час отъезда я покормила мальчика в последний раз и крепко прижала к груди мне казалось что я больше никогда его не увижу затем все мы присели помолились предобразом мы благословили нашего весело улыбавшегося мальчика и с душою полное беспокойство поехали на пароход я должна с сердечной благодарностью вспомнить семью Румянцевых благодаря их заботам все обошлось благополучно мне передавали потом что мой мальчик проголодавшись все искал меня указывал няне пальчиком на дверь и говорил туда старушка носила его из комнаты в комнату не находя меня нигде ребенок заливался слезами отталкивал предлагаемое питье и не спал напролет всю ночь затем привык пить молоко и был совершенно здоров но всего обиднее для меня было то что когда я столь тосковавшая по моем Феде приехала через три недели в Руссу то он меня свою маму не узнал и не пошел ко мне на руки то есть успел меня совершенно забыть грустно было наше путешествие в Петербург и представлявшиеся нам картины Ильменя и Волхова не останавливали нашего внимания все оно было направлено на то как бы сберечь нашу девочку чтобы она ночью не легла на свою больную ручку и не потревожила ее мы с мужем устроили дежурство и каждые два часа сменяли друг друга и с нетерпением ждали когда кончится наш длинный путь как я уже сказала квартира своей у нас не было поэтому мы решили остановиться в городской пустой теперь квартире моего брата Сниткина который с женою и матерью поселился в окрестностях на даче был жаркий удушливый день отворившая дверь прислуга первым словом сказала нам а у нас старая барыня моя мать больна боже мой что с ней где она на даче нет здесь на квартире бегу в ее комнату и вижу что мама очень бледная и осунувшаяся сидит на диване с забинтованной ногой начинаю расспрашивать и узнаю что беда случилась с нею в день перевозки нашей мебели в кокоревские склады мама не убереглась и мужик должно быть выпивший уронил сундук с вещами ей на ногу большой палец левой ноги был раздроблен позванный доктор объявил что началось воспаление запретил двигаться и обещал выздоровление не ранее как через месяц наше внезапное возвращение и по такому печальному поводу чрезвычайно огорчило мою матушку которая очень любила свою единственную внучку мама моя стала плакать растревожилась у ней появился сильный жар и посетивший ее вечером доктор сказал что воспаление настолько усилилось что пожалуй придется ампутировать палец можно представить в каком я была отчаянии узнав о новом несчастье Федор Михайлович тотчас по приезде отправился к Ивану Мартыновичу Барчу главному врачу Максимилиановской лечебницы это был в то время один из лучших хирургов столицы он был старинный знакомый Федора Михайловича но по возвращении из-за границы муж у него еще не был когда случилось несчастье с ручкой девочки мы хотели обратиться к Барчу но муж знал что Барч за визит с нас денег не возьмет и это нас очень стесняло отплатить же Барчу каким-нибудь подарком у нас не было средств к тому же лечивший ручку хирург показался нам знающим да и представил нам происшедший случай таким незначительным вывихом что обращаться к знаменитости какой был тогда Барч как-то было и неловко Федор Михайлович горько упрекал себя и никогда не мог простить себе и мне этой как он писал нашей небрежности Барч принял Федора Михайловича чрезвычайно дружелюбно попенял ему зачем не обратились к нему с самого начала и обещал приехать к нам вечером в назначенное время он приехал сумел заинтересовать девочку своими часами и брелоками потихоньку развязал ей ручку даже не ощупал чтобы напрасно не делать ей больно и прямо объявил что старорусские врачи определили верно и что кость срослась неправильно он высказал мнение что девочка вряд ли будет иметь правую руку короче левой но предупредил что все-таки углубление с одной стороны и небольшое возвышение со стороны ладони будет заметно чтобы исправить беду надо вновь сломить косточку и дать ей срастись под гипсовой повязкой Федор Михайлович сказал что он знает про чрезвычайную болезненность операции и боится что девочка ее не перенесет да она и не почувствует ничего операция будет под хлороформом ответил барч старорусские врачи сказали нам говорил мой муж что маленьких детей не хлороформируют так как это опасно ну там старорусские врачи как хотят улыбнулся хирург на это замечание а мы хлороформируем даже грудных детей и все проходит благополучно расспрашивая подробности барч пристально всматривался в меня от его опытного взгляда не ускользнул мой лихорадочный вид а вы сами здоровы ли обратился он ко мне отчего у вас лицо багровое ведь у вас лихорадка тут мне пришлось признаться что меня всю ночь била лихорадка и что весь день голова страшно болит и кружится и объяснить причину федор михайлович страшно встревожился и стал упрекать зачем я от него скрыла мое недомогание вот что барыня сказал барч дочку вашу мы вылечим но я и к операции не приступлю прежде чем вы сами не поправитесь у вас молоко может в голову броситься а с этим шутки плохие вот пошлите ка в аптеку за лекарством что я вам пропишу да сами постарайтесь хорошенько уснуть узнав что мы находимся в чужой квартире да к тому же у нас имеется больная барч предложил переехать на три недели в максимильяновскую речебницу где и взять отдельную комнату ранее трех недель он не ожидал срастания кости и не брался делать операции если мы не можем остаться в петербурге это необходимое для лечения время понятно что ему как отличному хирургу не хотелось брать на себя ответственности за неудавшуюся может быть операцию происшедшую по вине того врача который в старой руси будет следить за лечением и снимет повязку мы с мужем тотчас же и порешили на другой день переехать в лечебницу а барч обещал если возможно завтра же произвести операцию настал для нас тяжелый полный сомнений день мы приехали в лечебницу к 12 часам и к нам вскоре присоединился Аполлон Николаевич Майков крестный отец нашей дочки барч еще вчера просил чтобы кто-либо из наших родных или знакомых присутствовал при операции и Федор Михайлович попросил об этом Майкова было решено что девочку станут хлороформировать когда она по обыкновению заснет после завтрака но она была возбуждена переездом по городу и незнакомой обстановкой и не могла заснуть тогда решили дать ей хлороформу наяву в комнату явился барч и его ассистент доктор глама когда барч узнал что мы с мужем предполагаем присутствовать при операции то этому воспротивился помилуйте говорил он да с одной сделается обморок а с другим припадок вот и приводи вас в чувство а операцию бросай нет вы оба должны уйти а если надо будет я за вами пошлю мы перекрестили несколько раз нашу девочку поцеловали ее и так как под влиянием хлороформа она начала засыпать то барч взял ее из моих рук и бережно положил на постель мы с мужем вышли из комнаты со смертью в душе не предполагая больше увидеть нашу дочку в живых слуга повел нас в отдаленную комнату и оставил одних Федор Михайлович был бледен как платок руки его тряслись я тоже от волнения едва держалась на ногах Аня будем молиться просить помощи Божией Господь нам поможет прерывающимся голосом сказал мне муж и мы опустились на колени и никогда может быть не молились так горячо как в эти минут но вот послышались чьи-то поспешные шаги и в комнату вошел Майков идите туда барч зовет вас сказал он и Федору Михайловичу и мне пришла одна и та же мысль что это Лилия не выдержала хлороформирования и что барч зовет нас присутствовать при ее последних минутах никогда до сели я не испытывала подобного ужаса мне так и представилась картина смерти нашей старшей дочери муж взял меня за руку судорожно сжал ее и мы быстро-быстро чуть не бегом пошли по коридору пойдя в комнату мы увидели барча без сертука с засученными белыми рукавами видимо взволнованного он знаком позвал нас к постели на которой спокойно спала наша девочка ее сломанная ручка теперь совершенно прямая без прежнего тревожившего нас возвышения была откинута и лежала на маленькой подушке ну вот смотрите сказал барч видите ручка вполне прямая а вы мне кажется не верили а теперь отойдите дайте мне докончить и вот при нас троих барч забинтовал ручку обложил повязку гипсом и сделал все с такой быстротою семь минут что мы не успели опомниться как операция была кончена доктор глама все время следил за пульсом девочки затем барч нашел своевременным разбудить девочку и заставил меня громко звать ее по имени она долго не могла проснуться но когда пришла в себя то очень удивилась глядя на свою подвязанную ручку и объявила что у нее сахарная по цвету гипса луч боже как мы с мужем были безумно счастливы когда все кончилось доктора ушли и мы остались наедине с нашою милую крошкой трудно описать то чувство радости и успокоения которое овладело нами казалось нам что все наши горести и заботы исчезли и никогда не повторятся но к несчастью не так случилось на самом деле Федор Михайлович пробыл в Петербурге еще один день так как результаты операции то есть правильно ли на этот раз срослась косточка могли выясниться только через три недели то Федор Михайлович решил не ждать а тотчас ехать в Руссу к своему Феде о котором он все время тосковал про меня и говорить нечего я без боли сердечной не могла подумать о том что так безжалостно бросила своего дорогого сынишку и все мучилась мыслью не случилось ли с ним какого несчастья поэтому я была рада что муж поспешил домой я знала какой он нежный и заботливый отец и была уверена что он сбережет нашего милого мальчика но оставшись с Лилией в Петербурге я не представляла себе какие мучения мне придется перенести во-первых во мне возникло страшное беспокойство как бы она бегая по комнате не упала на свою больную ручку не ударилась бы ею обо что-нибудь от всякого неловкого движения гипс мог лопнуть могла сдвинуться повязка и тогда косточка срослась бы опять неправильно я следила за нею каждое мгновение но так как она была живого характера девочка то от вечной боязни и напряженного внимания у меня страшно расстроились нервы к тому же я и ночи спала плохо каждую минуту просыпаясь чтобы поглядеть не легла ли Лилия во сне на свою больную ручку да и девочка привыкла жить в семье видеть вокруг себя людей то есть отца брата няню и прочь тут же она была обречена на полное уединение и поэтому понятно скучала капризничала и плакала к тому же в городе было жарко душно а в помещениях лечебницы пахло лекарствами не выходить на воздух было невозможно да и мне хотелось навещать мою маму которая все еще не могла поправиться а выходя на улицу сколько возможностей упасть ушибить ребенка носить ее на руках мне было не под силу ходить долго она не могла а ездить на извозчиках была настоящая мука садясь в пролетке или сходя с них так легко было повредить ручку девочки кроме боязни за Лилю у меня не выходила из головы мысль о том что-то теперь с моим мужем не случилась ли с ним припадка из его писем я видела что он тоскует и беспокоится о нас а я ничем не могла ему помочь мучилась я тоскою и о моем милом мальчике тревожилась и о том что рана на ноге моей матери не только не заживает но все более разбаливается благодаря всему этому нервы мои были до нельзя натянуты и я по нескольку раз в день принималась плакать и рыдать но несчастье продолжали нас преследовать несколько дней спустя по отъезде Федора Михайловича мой брат Иван Григорьевич он ожидал в ближайшем времени родин своей жены а потому имел возможность ежедневно отлучаться с дачи лишь на самый короткий срок чтобы навестить маму и меня пришел ко мне до того опечаленный и убитый что это тотчас бросилось мне в глаза я стала допрашивать не случилось ли чего он отвечал что все идет хорошо жена его здорово маме даже немного лучше так почему же у него такой подавленный вид и иногда как будто слезы на глазах подумала я он он ушел а мне пришло на мысль не случилось ли несчастье с Федором Михайловичем или с моим сыном и что брат это от меня скрывает беспокойство мое дошло до последних пределов я всю ночь не спала воображая разные ужасы рано утром я телеграфировала брату чтобы он непременно ко мне приехал и вот брат пришел все такой же печальный и подавленный как и накануне я высказала ему мои подозрения насчет какого-нибудь несчастья с моими в Руссе и прибавила что не могу доли выносить беспокойство о них а поэтому сегодня же выезжаю с дочкой домой рискуя испортить все ее лечение брат стал меня уверять что не получал никаких дурных известий из Руссы и что причина его грусти другая видя мои настояния и опасаясь что я решусь уехать брат боявшийся огорчить меня уже и без того измученную всеми нашими горестями решился наконец сообщить мне о новом постигшем нашу семью несчастье о смерти единственной нашей сестры Марии Григорьевны Сватковской Сватковская вместе со своим мужем и двумя старшими детьми в ноябре 1871 года уехала за границу оставив двух младших в Петербурге в феврале 72 года она поселилась в Риме здесь на прогулке она заразилась малярией или по мнению других докторов тифом прохворала два месяца и скончалась с первого мая ее муж почему-то не нашел возможным сообщить о ее кончине а только сообщал своей сестре жившей с его детьми о скором возвращении домой примечание Достоевской сестру Машу я и мой брат очень любили и весть о ее безвременной кончине страшно нас поразила сестра наша была очень красивая здоровая и жизнерадостная женщина и ей только недавно минуло 30 лет кроме искреннего сожаления о ней нас с братом беспокоила мысль о том что будет теперь с ее четырьмя детьми для которых она была очень нежная мать нашему отчаянию не было пределов и бедная моя дочка видя нас плачущими тоже заливалась слезами никогда я не забуду этого печального дня когда первые минуты отчаяния прошли я стала расспрашивать как брат узнал о нашей невознаградимой потере оказалось что по просьбе моей мамы он заехал навестить детей сестры и здесь застал только что утром вернувшегося из-за границы ее мужа зная что известие о смерти сестры будет для меня страшным ударом брат боялся что я с горе заболею и тогда кто же будет наблюдать за моей дочкой а потому не решался мне говорить брат уверял что ему стало легче когда он поделился со мною своим горем и может со мною посоветоваться а нам обоим предстояла тяжелая задача сообщить о смерти сестры маше нашей нашей матери это была ее старшая дочь ее любимица и мы с братом опасались что она не вынесет несчастье и с нею случится удар или она сойдет с ума мы с братом на первых порах решили скрывать от мамы смерть сестры я предполагала уговорить маму поехать со мной в русу и хотела уже там сказать ей о случившемся несчастье постепенно подготовив ее к печальной вести рассчитывала я в этом случае и на помощь моего мужа всегда очень дружного с моею матерью и имевшего влияние на нее но Федор Михайлович изо всех сил восстал против нашего плана считая что исполнение его только усугубит горе нашей матери письмо от 30 мая 1872 года примечание Достоевской письма том 3 32 33 страницы переписку Федора Михайловича и Анны Григорьевны за этот период смотрев книги переписка 48 63 страницы он убедил нас в необходимости сказать ей теперь же когда она может разделить свое горе с осиротевшими внуками наша задача осложнялась еще тем обстоятельством что доктор лечивший мою мать узнав о новом постигшем нас несчастье просил скрывать от нее до того времени пока поправится нога он уверял что воспаление вследствие волнения и слез несомненно увеличится и тогда придется ампутировать палец на что решиться вот был ужасный для нас с братом вопрос к тому же у брата были свои тяжелые заботы жене его предстояло на днях произвести на свет и так как это были первые роды то мой брат и его жена страшно тревожились благополучно ли все кончится у меня были свои сердечные муки о Федоре Михайловиче о милом моем сынишке об удаче или неудаче операции дочери о болезни моей матери и вот теперь нас поражает новое тяжкое горе вот когда в явь видишь что милосердный Господь посылая нам испытания дает нам и силы переносить их и так мы решили до времени скрывать от моей дорогой матери смерть нашей сестры но как тяжело нам было это ведь мама говорила о своей дочери как о живой писала ей письма готовила к ее приезду подарки каково нам было слышать ее разговоры о Маше и сторожить каждое слово чтобы не проговориться тогда как у нас самих напоминание об усопшей вызывало слезы и грусть мама часто замечала что я плачу но я уверяла ее что я беспокоюсь об успехе операции или о своих близких находящихся в Руси время шло а мы решиться открыть нашу тайну откладывали но вдруг моя милая мать так грустившая о том что не имеет никаких известий о больной дочери решила навестить ее младших детей сколько мы с братом ее не отговаривали не представляли что она своею поездку может повредить больную ногу она настояла на своем к тому времени пришли и письма Федора Михайловича поколебавшие принятое нами решение наконец назначили день поездки я условилась с сестрой милосердия лечебницы что она посидит часа два-три с лилий и займет ее игрушками но сама трепетала при мысли что она оставит ее на минуту и с девочкой что-нибудь случится дурное брат тоже с чрезвычайной боязнью оставил свою больную жену и вот мы повезли в карете нашу дорогую маму к детям умершей сестры что мы с братом выстрадали в тот день ехали мы медленно чтобы не растревожить больную ногу моей матери и мне представлялось точно меня везут на смертную казнь каждая минута каждый поворот колес приближал нас думала я может быть к новому несчастью может быть даже к смерти моей мамы какой это был ужас даже теперь по прошествии многих лет этот день представляется мне как ужасный кошмар подъехали к дому сестры по малой итальянской и швейцар и дворник понесли мою матушку на руках во второй этаж навстречу маме выбежали на лестницу старшие дети Леля и Оля но то что вместе с ними встречать не вышла сестра поразила мою бедную маму у ней внезапно как она говорила потом явилось глубокое убеждение что ее дочери уже нет на свете Маша умерла моя дорогая Маша умерла вскричала она истерически и зарыдала стали плакать дети плакали и мы с братом вышел и Павел Григорьевич муж сестры тоже в большом волнении тут произошла раздирающая душу сцена горсти и отчаяния описать которую не хватает слов прошло может быть часа два прежде чем мы немного пришли в себя надо было думать о том чтобы отвезти маму домой так как оставить ее у сватковских было немыслимо кто бы за нею больное присмотрел в семье которая и сама еще не успела отдохнуть с дороги и устроиться да и мама желала ехать домой чтобы остаться наедине со своим горем брату нужно было спешить к больной жене мне нужно было вернуться к Лиле в лечебницу а между тем слезы и отчаяние нас всех продолжались наконец мама согласилась на наши уговоры и на обещание вновь привезти ее на днях к сироткам и мы так же медленно отвезли ее домой от нее я помчалась в лечебницу но к счастью там оказалось все благополучно я застала и Лилю и сестру милосердия крепко уснувшими на постели я тотчас одела мою дочку и вместе с нею поехала на весь остальной день к моей матери не решаясь оставлять ее одну в ее тяжком горе много мы с нею плакали и для меня было некоторым облегчением то что не приходилось от мамы скрывать так тяготившую нас с братом тайну по возвращении моем с Лилии в Руссу наступило некоторое затишье и успокоение но оно продолжалось недолго вследствие сильной простуды лето было дождливое и холодное у меня сделался нарыв в горле при температуре около 40 градусов в течение нескольких дней лечивший меня главный военный врач приехавший на сезон Шенк в один несчастный день нашел нужным предупредить Федора Михайловича что если нарыв в течение суток не прорвется то он за мою жизнь не отвечает так как силы мои падают и сердце плохо работает услышав это Федор Михайлович пришел в совершенное отчаяние чтоб меня не встревожить он не стал плакать при мне а пошел к отцу Иоанну присел к столу закрыл руками лицо и залился слезами жена священника подошла к нему и спросила что сказал врач умирает Анна Григорьевна прерывающимся от рыданий голосом сказал Федор Михайлович что я буду без нее делать разве я могу без нее жить она все для меня составляет добрая матушка обняла его за плечо и стала уговаривать не плачьте Федор Михайлович не отчаивайтесь Господь милостив он не оставит вас и детей сиротами сердечное участие и уговоры доброй матушки благотворно подействовали на моего мужа и подняли в нем упавшую бодрость Федор Михайлович всегда с благодарностью вспоминал участие матушки и очень ее уважал можно представить мое отчаяние во время болезни я видела что положение мое ухудшается я уже несколько дней не могла сказать ни слова а только писала на листочках мои желания просматривая записанную доктором два раза в день температуру Федор Михайлович прятал листок но няня ничего не понимавшая по моей просьбе показывала я ясно понимала к чему клонится дело мне страшно жаль было умирать тяжело было оставить дорогих моих мужей и деток будущее которых мне представлялось вполне безотрадным без матери при больном и необеспеченном отце что могло их ожидать мать моя стара и больна сестра умерла оставалась надежда на моего доброго брата что он моих детей не оставит страшно жаль было моего доброго мужа кто его полюбит кто о нем будет заботиться и разделять его труды и горесть я звала к себе знаками то Федор Михайлович то детей целовала благословляла и писала свои наставления мужу как ему поступить в случае моей смерти но последние два дня пред кризисом наступило какое-то тупое равнодушие мне как будто не стало жаль ни Федора Михайловича ни детей точно я ушла уже из этого мира к общей нашей радости кризис произошел в ту же ночь нарыв в горле прорвался и я начала поправляться недели через две нарыв в горле повторился но уже в слабой степени им закончилась полоса несчастье случившихся с нами в 1872 году много горького пришлось мне переиспытать в моей жизни были страшно тяжелые утраты смерти мужа и сына Алеши но такой полосы несчастье уже не повторялось часть шестая 1872 1873 годы глава первая 1872 год к осени 1872 года мы несколько оправились от тяжелых впечатлений этого несчастного для нас лета и вернувшись из старой руссы поселились во второй роте измайловского полка в доме генерала Невис квартира наша помещалась во втором этаже особняка в глубине двора она состояла из пяти комнат небольших но удобно расположенных и гостиной в три окна кабинет кабинет федора михалыча был средней величины и находился вдали от детских комнат так что дети своим шумом и беготней не могли мешать федору михалычу во время его занятий хотя муж и работал все лето над романом но до того был не удовлетворен своим произведением что отбросил прежде намеченный план и всю третью часть переделал заново в октябре федор михалыч побывал в москве и уговорился с редакции чтобы третья часть романа была помещена в двух последних книжках русского вестника надо сказать что роман бесы имел большой успех среди читающей публики но вместе с тем доставил мужу массу врагов в литературном мире бесы были встречены почти единодушно отрицательно как либеральной так и демократической прессой резко критические рецензии появились в журнале сияние 1873 год том 1 газетах биржевые ведомости 72 год номер 83 новое время 73 год номер 61 голос 73 год номер 18 статьи и рецензии пародии и выпады по поводу появились в демократических журналах дело и искра из них наиболее известны статьи Минаева дело 71 год номер 11 и Ткачева больные люди дело 73 год номера 3 и 4 даже в реакционном русском мире в статьях Овсеенко симпатии к тенденциозным сторонам романа сочетались с упреками Достоевскому вне художественности растянутости и фантастичности русский мир 72 год номер 315 73 год номер 5 правда Овсеенко значительно смягчил критические замечания в статье общественная психология в романе русский вестник 73 год номер 8 мягче и сдержаннее были статьи Буренина в Санкт-Петербургских ведомостях 72 год номер 15 345 73 год номера 6 13 следует отметить что либеральная критика переусердствовала в нападках на роман Достоевского придавая проклятию произведения она в сущности отказалась от анализа самого романа единственной статьей сохранившей объективный и спокойный тон и давшей наиболее обстоятельный разбор бесов в полемической борьбе вокруг романа в 1871 73 годах явилась статья Михайловского литературные и журнальные заметки отечественные записки 1873 год номер второй смотри книгу Замотин 131 167 страницы где собраны отзывы периодической печати о бесах смотри также комментарии Туниманова к академическому изданию бесов Достоевский том 12 257 272 страница в конце зимы Федору Михайловичу удалось встретиться у Семенова с Данилевским бывшим фурьеристом с которым он не видался около 25 лет с писателем и публицистом Николаем Петровичем Семеновым Достоевский познакомился по-видимому через его брата знаменитого путешественника Семенова Тяншанского с которым сблизился еще 40-е годы в обществе Петрашевцев и потом встречался в Семипалатинской ссылке Семенов был членом редакционной комиссии для составления положения о крестьянах и вероятно на эту тему ему приходилось беседовать с Достоевским Федор Михайлович был в восторге от книги Данилевского «Россия и Европа» и хотел еще раз с ним побеседовать так как тот скоро уезжал то муж тут же пригласил его к себе пообедать на завтра услышав об этом друзья и поклонники Данилевского сами напросились к нам на обед можно представить мой ужас когда муж перечислил будущих гостей и их оказалось около 20 человек несмотря на мое маленькое хозяйство мне удалось устроить все как надо обед был оживленный и гости за интересными разговорами просидели у нас далеко за полночь Глава вторая к воспоминаниям 1872 года раздумывая о нашем бедственном материальном положении я стала мечтать о том как бы увеличить наши доходы собственным трудом и вновь начать заниматься стенографией в которой за последние годы я сделала значительные успехи я стала просить у родных и знакомых достать мне стенографическую работу в каком-нибудь учреждении мой учитель стенографии Альхин через одного знакомого достал мне работу стенографирования на съезде лесохозяев и редактор лесного журнала Шафранов предложил мне приехать в Москву с 3 по 13 августа письмом от 17 июля 1872 года примечания Достоевской К сожалению я чувствовала себя такую подавленную тяжелыми происшествиями этого лета что отказалась от работы Зимою 1872 года брат мой недавно переехавший с молодой женой в Петербург сообщил мне что скоро предполагается в одном из городов западного края съезд не помню по какому делу и для этого съезда приискивают стенографа тотчас же я написала председателю съезда от которого зависел выбор сделала я это разумеется с согласия Федора Михайловича который хоть и утверждал что занимаясь детьми и хозяйством да еще помогая ему в работе я достаточно делаю для семьи но видя мое горячее желание зарабатывать деньги своим трудом не решился мне противоречить он признавался мне потом что надеялся на отказ со стороны председателя съезда однако тот ответил согласием и сообщил условия не скажу чтобы они были заманчивы большая часть их ушла бы на проезд и житье в гостинице важны впрочем были не столько деньги сколько начало труда если бы я хорошо исполнила свою работу то могла бы имея рекомендацию от председателя съезда получить другие более выгодные занятия серьезных возражений против моей поездки Федор Михайлович не имел никаких так как на время моего отсутствия моя мать обещала переехать к нам и смотреть и за детьми и хозяйством у Федора Михайловича тоже не было для меня работы он переделывал в то время планы романа бесы и все же предполагаемая поездка крайне не нравилась мужу он придумывал всевозможные предлоги чтобы меня не отпустить спрашивал как это я молодая женщина одна поеду в польский город где у меня нет знакомого лица как устроюсь и тому подобное услыхав подобные возражения брат мой вспомнил что на съезд едет один из его прежних товарищей хорошо знающий западный край и пригласил меня с мужем прийти к ним пить чай чтобы познакомиться с его другом и получить от него все сведения в назначенный вечер мы приехали к брату Федор Михайлович у которого давно не было припадка был в прекрасном настроении мы мирно беседовали с братом и его женой дожидаясь его друга я его никогда не видала но много о нем от брата слышала то был добрый но не особенно умный кавказский юноша которого за горячность и скоропалительность товарищи прозвали диким азиатом он очень возмущался этим прозвищем и в доказательство того что он европеец создал себе кумиры в каждом искусстве в музыке богом его был Шопен в живописи репин в литературе Достоевский брат встретил гостя в передней узнав что он познакомится с Федором Михайловичем и даже может оказать ему услугу бедный юноша пришел в восторг хотя тотчас же оробел войдя в гостиную и увидав свое божество он до того смутился что молча кое-как раскланялся с мужем и хозяйкой дома был он лет двадцати трех высокого роста с курчавыми волосами выпуклыми глазами и ярко красными губами видя замешательство товарища брат мой поспешил его представить мне азиат схватил мою руку поцеловал ее несколько раз сильно потряс и картаве проговорил как я рад что вы едете на съезд и что я могу быть вам полезным его восторженность меня рассмешило но очень рассердило мужа Федор Михайлович хотя и редко но целовавший у дам руку и не придававший этому никакого значения был всегда недоволен когда кто-нибудь целовал руку у меня мой брат заметивший что настроение Федора Михайловича изменилось переходы от одного настроения к другому у мужа всегда были резки поспешил завести деловой разговор о съезде азиат по-прежнему был очень смущен и не смея смотреть на Федора Михайловича отвечал на вопросы большую частью обращаясь ко мне я запомнила некоторые его любезные но нелепые ответы а что не трудно доехать до Александрии расспрашивала я много ли предстоит пересадок не беспокойтесь Анна Григорьевна я сам буду сопровождать вас а если пожелаете могу даже ехать в одном с вами вагоне есть ли в Александрии приличная гостиница где могла бы остановиться молодая женщина спросил его муж юноша с восторгом на него посмотрел и с жаром воскрикнул если Анна Григорьевна пожелает то я могу поселиться в одной с нею гостинице хоть и намеревался остановиться у товарища Аня ты слышишь молодой человек согласен поселиться с тобою вместе но ведь это же превосходно громко воскликнул Федор Михайлович и изо всех сил ударил по столу стоявший перед ним стакан чаю слетел на пол и разбился хозяйка бросилась поддерживать сильно покачнувшуюся от удара зажженную лампу а Федор Михайлович вскочил с места выбежал в переднюю накинул пальто и убежал я быстро оделась и бросилась за ним выйдя на улицу я увидела мужа бегущего в противоположную нашему дому сторону я побежала вслед за ним и минут через пять догнала Федора Михайловича сильно к тому времени запыхавшегося но не останавливающегося несмотря на мои просьбы остановиться я забежала вперед схватила обеими руками полы его надетого в накидку пальто и воскликнула ты с ума сходишь, Федя куда ж ты бежишь ведь это же не наша дорога остановись надень пальто в рукава так нельзя ты простудишься мой взволнованный вид подействовал на мужа он остановился натянул на себя пальто я застегнула пуговицы взяла его под руку и повела в обратную сторону Федор Михайлович молчал в смущении что ж опять приревновал не правда ли возмущалась я думаешь что я успела в несколько минут влюбиться в диковозят а он в меня и мы собираемся вместе бежать не так ли ну как тебе не стыдно неужели ты не понимаешь как обижаешь меня своей ревностью мы пять лет женаты ты знаешь как я тебя люблю как ценю наше семейное счастье и ты все же способен ревновать меня к первому встречному и ставить меня из себя в смешное положение муж извинялся оправдывался обещал никогда более стал ими помахивать и погонять лошадей девочки впрочем санки скоро наскучили и она занялась другими игрушками не то было с мальчиком он выходил из себя от восторга покрикивал на лошадей ударял вожжами вероятно припомнив как делали это проезжавшими мимо нашей дачи в Старой Руси мужики только каким-то обманом удалось нам увезти мальчика из гостиной и уложить спать мы с Федором Михайловичем долго сидели и вспоминали подробности нашего маленького праздника и Федор Михайлович был им доволен пожалуй больше своих детей я легла спать в 12 а муж похвалился мне новой сегодня купленной у Вольфа книгой очень для него интересной которую собирался ночью читать но не тут-то было около часу он услышал нистовый плач в детской тотчас туда поспешил и застал нашего мальчика раскрасневшегося от крика вырывавшегося из рук старухи Прохоровны и бормочущего какие-то непонятные слова ему было менее полутора лет и он неясно еще говорил на крик ребенка проснулась и я и прибежала в детскую так как громкий крик Феди мог разбудить спавшую в той же комнате его сестру то Федор Михайлович решил унести его к себе в кабинет когда мы проходили через гостиную и Федя при свете свечи увидал санки то мигом замолк и с такой силой потянулся всем своим мощным тельцем вниз к санкам что Федор Михайлович не мог его сдержать и нашел нужным его туда посадить хоть слезы и продолжали катиться по щекам ребенка но он уже смеялся схватил вожжи и стал опять ими махать и причмокивать как бы погоняя лошадей когда ребенок по-видимому вполне успокоился Федор Михайлович хотел отнести его в детскую но Федя залился громким плачем и до тех пор плакал пока его опять не посадили в саночки тут мы с Федором Михайловичем сначала испуганные загадочную для нас болезнью приключившиеся с ребенком и уже решившие несмотря на ночь пригласить доктора поняли в чем дело очевидно воображение мальчика было поражено елкою игрушками и тем удовольствием которые он испытал сидя в саночках и вот проснувшись ночью он вспомнил о лошадках и потребовал себе новую игрушку а так как его требования не удовлетворили то он поднял крик чем и достиг своей цели что было делать мальчик окончательно что называется разгулялся и не хотел идти спать чтобы не бодрствовать всем троим решили что я и нянька пойдем спать а Федор Михайлович посидит с мальчуганом и когда тот устанет отнесет его в постельку так и случилось на завтра муж весело жаловался мне но и замучил меня ночью Федя я часа два три не спускал с него глаз все боялся как бы он не вывернулся из саней и не расшибся уж няня два раза приходила звать его баиньки а он ручками машет и собирается опять заплакать так и просидели вместе часов до пяти тут он видимо устал и стал приваливаться к сторонке я его поддержал и вижу крепко заснул я и перенес его в детскую так мне и не пришлось начать купленную книгу смеялся Федор Михайлович видимо чрезвычайно довольный что происшествие сначала нас испугавшее кончилось так благополучно глава четвертая 1873 год издание бесов редакторство знакомство закончив роман бесы Федор Михайлович был некоторое время в большой нерешительности чем ему теперь заняться он так был измучен работой над бесами что приниматься тотчас же за новый роман ему казалось невозможным осуществить же зародившуюся еще за границей идею издавать дневник писателя в виде ежемесячного журнала было затруднительно как свидетельствует сам Достоевский в письмах к Врангелю от 8 20 ноября 1865 года и Ивановый от 29 сентября 11 октября 1867 мысль об издании дневника писателя зародилась у Достоевского еще до отъезда за границу смотри письма том 1 424 страница том 2 44 страница на издание журнала и на содержание семьи не говоря уже об уплате долгов требовались средства довольно значительные а для нас составляла загадку велик ли будет успех журнала так как он представлял собой нечто небывалое доселе в русской литературе и по форме и по содержанию а в случае неуспеха дневника мы были бы поставлены в безвыходное положение Федор Михайлович сильно колебался и я не знаю на каком решении он бы остановился если бы в это время князь Мещерский не предложил ему принять на себя обязанности редактора еженедельного журнала гражданин Мещерский начал издавать еженедельную газету журнал гражданин в 1872 году в конце года он решил привлечь Достоевского в качестве редактора ходатайство об утверждении Достоевского редактором гражданина было возбуждено 15 декабря 1972 года так как Достоевский считался бывшим государственным преступником и находился под негласным надзором полиции Мещерский лично обратился к управляющему и к главному начальнику третьего отделения Шувалову и Шульцу Смотри статью Кантера новая о Достоевском вестник литературы 1921 год номер 11 и публикацию Оксмана Достоевской в редакции гражданинов книги творчества Достоевского Одесса 1921 год Согласие Достоевского редактировать гражданин было вызвано не только расстроенным материальным положением писателя как пишет дальше Достоевская но и стремлением непосредственно включиться в литературную и политическую борьбу Достоевского привлекала сама возможность выступать со своими публицистическими статьями занимая главенствующее положение в журнале решение Достоевского автора романа Бесы воспринятого демократической и даже либеральной критикой как пасквиль на революционные движения и современную молодежь стать редактором реакционнейшего еженедельника союз писателя с ретроградом Мещерским непреклонно отстаивавшим феодально-дворянские привилегии яростным противником реформ за что и был прозван князем точкой расценивалось почти всеми петербургскими органами печати как закономерный переход Достоевского в лагерь реакции принимая редакторство гражданина Достоевский надеялся на полную свободу действий и независимость однако ему пришлось вскоре горько разочароваться в своих надеждах опека и частое вмешательство Мещерского усилившиеся нападки петербургской прессы мало способствовали свободной редакторской деятельности и чрезвычайно ухудшили положение Достоевского в литературно-журнальном мире нравственные страдания вынес Достоевский в год редакторства гражданина не от одних только врагов князя Мещерского а к таковым следует отнести подавляющее большинство русской журналистики за исключением разве домашние беседы и русского вестника смотри об этом воспоминания о Достоевском Соловьева Достоевский в воспоминаниях том 2 196 и 197 страницы постепенно обострялись и внутренние разногласия особенно острое идеологическое столкновение между Достоевским и Мещерским приведшее к разрыву произошло в связи со статьей последнего в которой была высказана мысль о желательности установления надзора за студенческой молодежью Достоевский возмущенно писал Мещерскому в ноябре 1873 года Ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце Письма том 3 88 страница О работе Достоевского в гражданине смотри Мещерский мои воспоминания часть 1 Санкт-Петербург 1898 год крайне тенденциозные воспоминания в которых Мещерский сознательно умолчал о столкновениях и расхождениях с Достоевским мемуары Тимофеевой Поченковской и Александрова в книге Достоевский в воспоминаниях том 2 и специальную работу Виноградова Достоевский как редактор гражданина и как автор анонимных фильетонов в нем в его книге Проблема авторства и теория стилей Москва 1961 год Этот журнал основался всего год назад и выходил под редакцией Градовского Около редакции нового журнала объединилась группа лиц одинаковых мыслей и убеждений Некоторые из них Победоносцев Майков Филиппов Страхов Порецкий Евгений Белов были симпатичны Федору Михайловичу и работать с ними представлялось ему привлекательным Александр Устинович Порецкий познакомился с Достоевским еще в 40-е годы смотри письма Достоевского к Порецкому за 40-е годы письма том 1 Тимофеева Поченковская вспоминает К этому человеку я питаю особенное доверие признавался мне Федор Михайлович во всех тяжелых сомнительных случаях моей жизни я всегда обращаюсь к нему и всегда нахожу у него поддержку и утешение Достоевский в воспоминаниях том 2 162 страница В 60-х годах Порецкий вел отдел внутреннее обозрение в журнале братьев Достоевских время а после смерти Михаила Михайловича Достоевского 10 июля 1864 года он состоял официальным редактором эпохи до прекращения журнала Страхов в своих воспоминаниях характеризует Порецкого как человека очень умного и образованного отличавшегося сверх того редкими душевными качествами безукоризненной добротою и чистотою сердца сочувствовавшего всею душою направлению эпохи биография 272 страница о роли Порецкого в эпохе смотри статью Долинина к цензурной истории первых двух журналов Достоевского в книге Достоевский том 2 574 577 страница и в книге Нечаевой журнал Михаила Михайловича и Федора Михайловича Достоевских эпоха Москва 1975 год Евгений Александрович Белов педагог историк славянофил автор популярной монографии русская история до реформы Петра Великого 1896 год где он подробно изложил свои славянофильские взгляды и убеждения Интересно что в молодости Белов увлекался утопическим социализмом и в своем мировоззрении фактически проделал ту же эволюцию что и Достоевский В 1873 году Белов был одним из деятельных сотрудников гражданина по отделу библиографии ему принадлежит несколько рецензий в гражданине за 1873 год номера 21 26 30 31 32 смотри также письмо Белова к Достоевскому от 24 августа 1873 года статье Ланского утраченные письма Достоевского вопросы литературы 1971 год номер страницы 212 213 Не меньшую привлекательность составляла для мужа возможность чаще делиться с читателями теми надеждами и сомнениями которые назревали в его уме На страницах гражданина могла осуществиться и идея дневника писателя хотя не в той внешней форме которая была придана ему впоследствии С материальной стороны дело было обставлено сравнительно хорошо обязанности редактора оплачивались тремя тысячами кроме платы за статьи дневника писателя а впоследствии за политические статьи в общей сложности мы получали около пяти тысяч в год ежемесячное получение денег в определенном размере имело тоже свою хорошую сторону оно позволяло Федору Михайловичу не отвлекаться от взятого на себя дела заботами о средствах к существованию которые так угнетающе действовали на его здоровье и настроение впрочем Федор Михайлович согласившись на уговоры симпатичных ему лиц принять на себя редактирование гражданина не скрывал от них что берет на себя эти обязанности временно в виде отдыха от художественной работы и ради возможности ближе ознакомиться с текущей действительностью но что когда потребность поэтического творчества в нем вновь возникнет он оставит столь несвойственную его характеру деятельность начало 1873 года мне особенно памятна благодаря выходу в свет первого изданного нами романа Бесы этим изданием было положено основание нашей общей с Федором Михайловичем а после его кончины моей издательской деятельности продолжавшейся 38 лет одной из наших надежд на поправление денежных обстоятельств пожалуй главную была возможность продать право издания отдельной книгой романа Идиот а затем романа Бесы живя за границей трудно было устроить такую продажу не легче стало и тогда когда мы вернулись в Россию и получили возможность лично сговариваться с издателями кому из них мы не обращались нам предлагали очень невыгодную цену так за право издания отдельной книгой романа Вечный муж в двух тысячах экземпляров книга продавец Базунов уплатил нам 150 рублей за право издать роман Бесы предлагали всего 500 рублей да еще с уплату по частям в течение двух лет Федор Михайлович еще в юности мечтал о том чтобы самому издавать свои произведения и писал об этом брату говорил мне об этом и живя за границей смотри письма к Михаилу Михайловичу Достоевскому от 31 декабря 1843 года января и апреля 1844 года и от октября 1846 года письма том 1 66 67 68 70 71 100 101 страницы меня тоже очень заинтересовала эта идея и я мало-помало старалась узнать все условия издательства и распространения книг заказывая визитные карточки для мужа я разговорилась с владельцем типографии и спросила на каких условиях издаются книги он объяснил что большая часть книг издается на наличные но что если у автора имеется значительное литературное имя и книги его раскупаются то каждая типография с охотой даст полугодовой кредит с тем что если через полгода деньги не будут уплачены то на неуплаченную сумму будет взиматься известный процент на таких же условиях кредита можно получить и бумагу для издания он же мне сообщил и приблизительную стоимость предполагаемого мною издания то есть стоимость бумаги типографской и брошюровочной работы согласно его расчету издания романа бесы в количестве трех тысяч пятисот экземпляров могло обойтись около четырех тысяч рублей назначить за три тома напечатанных крупным изящным шрифтом на белые атласистые бумаги типографчик советовал не менее трех рублей пятидесяти копеек из общей суммы двенадцать тысяч двести пятьдесят рублей вырученные за все экземпляры следовало уступить в пользу книгопродавцев около тридцати процентов но и в этом случае считая прочие расходы при успешной продаже романа в нашу пользу очищалась значительная сумма в те времена никто из писателей не издавал сам своих сочинений а если и являлся такой смельчак то за свою смелость непременно платился убытком существовало несколько книжных фирм Базунова Вольфа Исакова и других которые покупали право на издание книг издавали и распространяли их по всей России изданные же учеными обществами или частными лицами книги брались книгопродавцами на склад или на комиссию с уступкою пятьдесят процентов под предлогом что хранение книг а также публикации которые впрочем делались ими очень скупо стоят им дорого в результате отданные на склад или на комиссию книги возвращались иногда частью непроданными издателю и случалось даже в испорченном виде желая издать роман бесы я пыталась спрашивать в книжных магазинах какую они имеют уступку но получала неопределенные ответы что уступка зависит от книги уступают сорок пятьдесят процентов и даже больше как-то раз покупая для мужа книгу ценой в три рубля я для проверки попросила уступить ее задво под предлогом что они сами получают пятьдесят процентов и следовательно книга им стоит полтора рекащик был возмущен моим предложением и объявил что сами они получают двадцать двадцать пять и на немногие книги тридцать процентов да еще при условии если купят большое количество из подобных расспросов для меня выяснилось какой процент и при каком количестве следует уступать книгопродавцам когда мы сказали нашим друзьям и знакомым что хотим сами издать роман то услышали много возражений и советов не пускаться в такое незнакомое для нас предприятие в котором мы по неопытности должны были непременно погибнуть и в придачу к старым долгам нажить несколько тысяч новых но отговаривания не повлияли на нас и мы решили нашу идею привести в исполнение бумагу для печатания мы взяли у фирмы Варгунина в лучшей как тогда так и поныне фабрике тряпичной бумаги печатать же отдали в типографию Замысловского тогда же перешедшую в собственность братьев Пантелеевых конец 1872 года и начало следующего года прошли у нас в заботах о книге я читала первую и вторую корректуры авторскую же просматривал Федор Михайлович около двадцатых чисел января книга была сброшурована и часть ее доставлена к нам на дом Федор Михайлович был очень доволен внешним видом книги а я так даже ею очарованно накануне выхода книги в свет Федор Михайлович повез ее показать одному из виднейших книгопродавцев у которого постоянно покупал книги в надежде что тот захочет купить некоторое количество экземпляров книгопродавец повертел книгу в руках и сказал ну что ж пришлите двести экземпляров на комиссию с какой уже уступкой спросил муж да не меньше как с пятью десятью Федор Михайлович ничего не ответил опечаленный вернулся он домой и рассказал про свою неудачу я тоже была обеспокоена а предложение книгопродавца взять на комиссию двести экземпляров мне вовсе не улыбалось я знала что если он и продаст книги то получим мы с него деньги не скоро наступил знаменательный день в нашей жизни 22 января 1873 года когда в голосе появилось наше объявление о выходе в свет романа бесы часов в десять явился посланный от книжного магазина попова помещавшегося под пассажем я вышла в переднюю и спросила что ему надо да вот объявление ваше вышло так мне надо десяток экземпляров я вынесла книги и с некоторым волнением сказала цена за десять экземпляров 35 рублей уступка 20 процентов с вас следует 28 рублей что так мало а нельзя ли 30 процентов сказал посланный нельзя но хоть 25 процентов право нельзя сказала я в душе сильно беспокоюсь а что если он уйдет и я упущу первого покупателя если нельзя так получите и он подал мне деньги я была так довольна что дала ему даже 30 копеек на извозчика немного спустя пришел мальчик из книжного магазина для иногородних и купил 10 экземпляров тоже с 20 процентами уступки и тоже поторговавшись со мной присланный от книжного магазина глазунова хотел взять 25 экземпляров если я уступлю 25 процентов ввиду значительного количества мне пришлось уступить приходило и еще несколько человек все брали по десятку экземпляров все торговались но я больше 20 процентов не уступала около 12 часов явился расфранченный приказчик знакомого Федору Михайловичу книгопродавца и объявил что приехал взять на комиссию 200 экземпляров ободренное успехом утренних продаж я ответил что на комиссию книг не даю а продаю за наличные но как же ведь Федор Михайлович обещал нам прислать на комиссию я за ними и приехал я сказала что книгу издал мой муж а заведую продажей я и что у меня такие-то и такие книгопродавцы купили на деньги а нельзя ли мне повидать самих Федора Михайловича сказал приказчик очевидно рассчитывая на его уступчивость Федор Михайлович работал ночью и я разбудить его не могу раньше двух приказчик предложил мне отпустить с ним 200 экземпляров а деньги отдадим самому Федор Михайлович я и тут осталась тверда и объяснив сколько процентов и на какое количество я уступаю высказала мысль что нам книг доставлено всего 500 экземпляров и я рассчитываю их сегодня распродать приказчик помялся и ушел несолоно хлебавши а через час явился от них же уже другой посланный попроще и купил 50 экземпляров за наличные с 30 процентами уступки мне страшно хотелось поделиться с Федором Михайловичем своей радостью но приходилось ждать пока он выйдет из своей комнаты к слову скажу что в характере моего мужа была странная черта вставая утром он был весь как бы под впечатлением ночных грез и кошмаров которые его иногда мучили был до крайности молчалив и очень не любил когда с ним в это время заговаривали поэтому у меня возникла привычка ничем по утрам его не тревожить как бы ни были важны поводы а выжидать когда он выпьет в столовой две чашки страшно горячего кофе и пойдет в свой кабинет тогда я приходила к нему и сообщала все новости приятные и неприятные в это время Федор Михайлович приходил в самое благодушное настроение всем интересовался обо всем расспрашивал звал детей шутил и играл с ними так было и на этот раз когда он беседовал с детьми я отослала их в детскую а сама села на своем обычном месте около письменного стола видя что я молчу Федор Михайлович насмешливо на меня поглядывая спросил ну Анечка как идет наша торговля превосходно идет ответила я ему в тон и ты пожалуй одну книгу уже успела продать не одну а сто пятнадцать книг продала неужели ну так поздравляю тебя продолжал насмешливо Федор Михайлович полагая что я шучу да я правду говорю подосадовала я что ж ты мне не веришь я достала из кармана листок на котором было записано количество проданных экземпляров а вместе с листком пачку кредиток всего около трехсот рублей так как Федор Михайлович знал что дома у нас денег немного то показанная мною сумма убедила его в том что я не шучу а с четырех часов пошли опять звонки являлись новые покупатели являлись и утренние за новым запасом издание видимо имело большой успех и я торжествовала как редко когда случалось конечно я рада была и полученным деньгам но главное тому что нашла себе интересующее меня дело издание сочинений моего дорогого мужа была я довольна и тем что так удачно осуществила предприятие вопреки предостережениям моих литературных советчиков Федор Михайлович был тоже очень доволен особенно когда я передала ему слова одного приказчика о том что публика давно уже спрашивает роман для Федора Михайловича всегда было чрезвычайно дорого сочувствие публике так как она одна только его и поддерживала своим вниманием и сочувствием во все время его литературной деятельности критика же кроме Белинского Добролюбова и Буренина очень мало в те времена сделала для выяснения его таланта она или игнорировала его произведения или враждебно к ним относилась Анна Анна Григорьевна видимо имеет в виду резкие отзывы современной критики о романе Бесы и равнодушный прием романа Идиот Достоевский конечно часто делился с Анной Григорьевной своими мнениями о современных критиках которых он по большей части склонен был зачислять в стан своих врагов и молчание и враждебные отзывы одинаково остро воспринимались Достоевским тенденциозным и неглубоким критическим статьям писатель противопоставлял мнения обыкновенных читателей об этом в частности говорит дневниковая заметка в записной тетради 1876 года меня всегда поддерживала не критика а публика кто из критики знает конец идиота цену такой силы которая не повторялась в литературе ну а публика ее знает литературное наследство том 86 605 страница что касается Буренина то он писал о Достоевском начиная со второй половины 60-х годов часто и много в основном в газетах Санкт-Петербургской ведомости и Новое время однако далеко не всегда глубоко и доброжелательно так роман идиот он расценил как билетристическую компиляцию составленную из множества нелепых лиц и событий без всякой заботливости хотя бы о какой-либо художественной задаче Санкт-Петербургской ведомости 1868 год номер 250 целой серией статей Буренин откликнулся на роман Бесы Санкт-Петербургские ведомости 1872 год номера 15 345 1873 год номера 6 13 критик либеральной газеты хотя и осудил памфлетические тенденции романа однако решительно не согласился с теми рецензентами которые ставили бесы в один ряд с романами Лескова Авсеенко Маркевича Буренин писал что даже наиболее тенденциозные страницы романа Достоевского плод искреннего убеждения а не низкопоклонства пред грубыми и плотоядными инстинктами толпы как у билетристических дел мастеров Санкт-Петербургской ведомости 73 год номер 13 именно это суждение Буренина и произвело благоприятное впечатление на Достоевского выделившего статью Буренина особо за то что критик в разборе моего романа бесы пропустил мысль что если я и изменил мои убеждения то произошло это во мне искренне то есть не из видов и стало быть честно и фраза эта меня даже тронула Достоевский том 12 271 страница видимо этим обстоятельством частично и следует объяснить упоминания Буренина в одном ряду с Беринским и Добролюбовым в воспоминаниях Анны Григорьевны добротные статьи Буренина о братьях Карамазовых Новое время 1879 год номера 1087 1273 1357 в которых критик весьма положительно отозвался о новом произведении Достоевского и даже писал что роман по глубине и свежести истолковании русской жизни оказывается в 10 раз современнее самых современных повестей романов драм и комедий видимо способствовали росту симпатий Достоевского к критику что и нашло отражение в воспоминаниях жены а в письме к Буренину от 15 мая 1888 года Достоевская писала покойный муж мой так уважал вас он ценил ваши отзывы о нем и находил что вы из всех писавших о нем наиболее понимали его мысли и намерению переписка Достоевской с современниками публикация Белова Байкал 1976 год номер 5 страница 140 однако гораздо с большим основанием чем Буренина Анна Григорьевна могла назвать в ряду современных критиков исследователей творчества Достоевского Майкова который еще в статье нечто о русской литературе в 1846 году отечественные записки 1847 год том 50 отметив сходство реализма Гоголя и Достоевского тонко указал на их различия Гоголь поэт по преимуществу социальный а господин Достоевский по преимуществу психологический Теперь когда прошло со смерти Федора Михайловича более 35 лет даже странно перечитывать критические отзывы о его произведениях до того эти суждения были не глубоки поверхностны легковесны но зато часто так глубоко враждебны Но торжество мое было полное когда к нам приехал книгопродавец Кожанчиков и предложил купить сразу 300 экземпляров на векселя на 4-х месячный срок Уступку просил ту же то есть 30% Предложение Кожанчикова было заманчиво так как он брал для провинции и следовательно не мешал нашей городской торговле Хмущало что он брал на векселя и Федор Михайлович пришел ко мне посоветоваться по этому поводу Я тогда не имела понятия о купеческих векселях а поэтому предложила мужу побеседовать с покупателем пока я съезжу к типографщику жившему неподалеку К моей удаче я застала одного из Пантелеевых и он посоветовал не упускать такой солидной продажи уверил что векселя Кожанчикова можно учесть и что он согласен взять их в уплату за долг наш по типографии с такими вестями вернулась я домой и Кожанчиков как опытный коммерсант всегда имевший при себе вексельные бланки тотчас написал нам три векселя на 735 рублей а Федор Михайлович выдал ему записку для получения книг из типографии словом наша издательская деятельность началась блистательно и 3000 экземпляров были распроданы до окончания года продажа остальных 500 экземпляров затянулась на дальнейшие 2-3 года в результате за вычетом книгопродавческой уступки и за уплатой всех расходов очистилось в нашу пользу более 4000 что и дало нам возможность уплатить некоторые тревожившие нас долги не скажу чтобы на первый раз у нас не было потерь 2-3 плута воспользовались моею издательскую неопытностью но потери научили нас быть осторожнее и не поддаваться на предложения по-видимому блестящие но которые оказывались потом убыточными название романа бесы послужило для приходивших покупать книгу поводом называть ее выдававшей книги девушки различными именами то называли ее вражьей силой иной говорил я за чертями пришел другой отпустите мне десяточек дьяволов старушка няня слыша часто эти названия романа даже жаловалась мне и уверяла что с тех пор как у нас завелись на квартире нечистые силы бесы ее питомец мой сын стал беспокойнее днем и хуже спит по ночам на первых порах редактирование гражданина Федора Михайловича очень заинтересовала и новизна его редакторских обязанностей и та масса самых разнообразных типов с которыми ему приходилось встречаться в редакции я тоже сначала радовалась перемене занятий мужа полагая что редактирование еженедельного журнала не может представлять особых трудностей и позволит Федору Михайловичу хоть несколько отдохнуть после почти трехлетней работы над романом бесы но мало по малу мы с мужем стали понимать что он сделал ошибку решившись приняться за такую неподходящую его характеру деятельность Федор Михайлович чрезвычайно добросовестно относился к своим редакторским обязанностям и не только сам прочитывал все присылавшиеся в журнал статьи но некоторые неумело написанные вроде статей самого издателя исправлял и на это у него уходила масса времени письмо ко мне от 29 июля 1873 года примечание Достоевской письма том 3 70 страница как свидетельствует сам Достоевский в этом письме от 29 июля 73 года он полностью переписал статью Мещерского о Тютчеве статья Мещерского свежей памяти Тютчева с редакторскими поправками Достоевского была напечатана в гражданине номере 31 от 30 июля 1873 года смотря об этом Бельчиков Достоевский от Тютчеве с приложением статьи Мещерского свежей памяти Тютчева былое 1925 год номер пятый У меня сохранилось два-три черновика стихотворений неуклюже написанных но в которых были видны блестки таланта и какими изящными выходили эти стихотворения после исправления их Федором Михайловичем Но помимо чтения и исправления чужих статей Федор Михайлович одолевала переписка с авторами Многие из них стояли за каждую свою фразу и в случае сокращения или изменения писали ему резкие а иногда и дерзкие письма Федор Михайлович не оставался в долгу и на резкое письмо недовольного сотрудника отвечал не менее резким о чем на завтра же сожалел Так как отправление писем обыкновенно поручалось мне то зная наверное что раздражение мужа на завтра уляжется и он будет сожалеть зачем погорячился я не отправляла сразу данных мне мужем писем и когда на другой день он выражал сожаление и зачем так резко ответил оказывалось всегда что случайно это письмо еще не отправлено и Федор Михайлович отвечал уже в более спокойном настроении в моем архиве сохраняется более десятка таких горячих писем которые могли поссорить мужа с людьми с которыми он ссориться вовсе не хотел но под влиянием досады или раздражения не мог себя сдержать и высказал свое мнение не щадя самолюбие своего корреспондента Федор Михайлович всегда был благодарен мне за это случайное неотправление письм а сколько Федору Михайловичу приходилось вести личных переговоров при редакции состоял секретарь Виктор Феофилович Пуцикович но большинство авторов желало говорить с редактором и происходили иногда крупные недоразумения Федор Михайлович всегда искренний в своих словах и поступках прямо высказывал свое мнение и сколько он этим нажил в себе врагов в журналистике кроме материальных неприятностей Федор Михайлович за время своего редакторства вынес много нравственных страданий так как лица не сочувствовавшие направлению гражданина или не любившие самого князя Мещерского переносили свое недружелюбие а иногда и ненависть на Достоевского у него появилось в литературе масса врагов именно как против редактора такого консервативного органа как гражданин Соловьев пишет в своих воспоминаниях о Достоевском его редакторская деятельность на которую он возлагал такие надежды в первое наше свидание оказалось не вполне удачной что впрочем можно было сразу предвидеть зная характер его и обстоятельства репутация журнала была уже составлена против него уже резко и даже неприлично высказалась почти вся тогдашняя журналистика на нового редактора со всех сторон посыпались насмешки глупые и пошлые автора преступления и наказания и записок из мертвого дома называли сумасшедшим маньяком отступником изменником приглашали даже публику идти на выставку в академию художеств и посмотреть там портрет Достоевского работы Перова как прямое доказательство что это сумасшедший человек место которого в доме умалишенных Достоевский в воспоминаниях том 2 196 197 страница о работе Достоевского в гражданине смотри переписка страница 67 96 Как это ни странно но и в дальнейшем времени и до и после смерти Федора Михайловича многие не могли простить ему редакторство гражданина и отголоски этого недружелюбия попадаются и теперь в печать На первых порах своей новой деятельности Федор Михайлович сделал промах именно он поместил в гражданине в статье князя Мещерского киргизские депутаты в Санкт-Петербурге слова государя-императора обращенные к депутатам Статья Мещерского киргизские депутаты в Санкт-Петербурге была напечатана в гражданине в номере пятом от 29 января 1873 года В ней сообщался следующий эпизод Старший из депутатов султан Магомед начал произносить речь которая была им самим от имени всего народа составлена произнес первоначально твердо и правильно ваше императорское величество но на этих словах когда государь возразил а ты говоришь по-русски Магомед до того переконфузился что далее мог произнести тихо только несколько слов по-киргизски из приготовленной благодарственной речи и потом положительно онимел смотри об этом эпизоде Оксман Достоевский в редакции гражданина в книге творчества Достоевского Одесса 1921 год страница 69 71 По условиям тогдашней цензуры речи членов императорского дома а тем более слова государя могли быть напечатаны лишь с разрешения министра императорского двора Муж не знал этого пункта закона его привлекли к суду без участия присяжных суд состоялся 11 июня 1873 года в Санкт-Петербургском окружном суде членами суда были граф Борх Крестьянинов Бильбасов прокурор Зегер примечания Достоевской Федор Михайлович явился лично на судоговорение конечно признал свою виновность и был приговорен к 25 рублям штрафа и к двум суткам ареста на галфвахте Достоевская ошибочно пишет что Достоевский конечно признал свою виновность суд над Достоевским состоялся утром 11 июня 1873 года Достоевский явился в суд но не признал себя виновным его защитник присяжный поверенный председатель литературного фонда Гаевский заявил что цензурный комитет вообще не имел юридического права возбуждать дело смотри голос 1873 год номер 162 13 июня неизвестность когда придется ему отсиживать назначенное ему наказание очень беспокоило мужа главным образом потому что мешало ему ездить к нам в Руссу по поводу своего ареста Федор Михайлович пришлось познакомиться с тогдашним председателем Санкт-Петербургского окружного суда Анатолием Федоровичем Конни который сделал все возможное чтобы арест мужа произошел в наиболее удобное для него время с этой поры между Конни и моим мужем начались самые дружеские отношения продолжавшиеся до кончины об этом эпизоде Конни рассказал в своем мемуарном очерке Достоевский правда он не точно указывает что Достоевский был осужден за напечатание сведения о путешествии государя смотри Конни собрание сочинений том 6 Москва 1968 год страница 432 случайное знакомство с Конни в 1873 году положило начало многолетней дружбе писателя и выдающегося русского юриста для автора преступления и наказания которого особенно интересовали проблемы нарушения нравственных и общественных норм Конни был крайне интересен как крупный судебный деятель благодаря ему Достоевский получил возможность присутствовать на нескольких судебных процессах в Петербурге в 70-е годы Конни организовал Достоевскому поездку в колонию для малолетних преступников в 1875 году наконец братья Карамазовы книга 9 предварительное следствие и книга 12 судебная ошибка многим обязаны профессиональным советом Конни Кроме очерка Достоевский Конни написал о Достоевском две статьи мемуарного характера Федор Михайлович Достоевский и еще о Достоевском Смотри Конни собрание сочинений том 6 Москва 1968 год Чтобы жить поближе к редакции гражданина нам пришлось переменить квартиру и поселиться на Лиговке на углу Гусева переулка в доме Слевчанского Выбор квартиры был очень неудачен Комнаты были небольшие и неудобно расположенные но так как мы переехали среди зимы то пришлось примириться со многими неудобствами Одно из них было беспокойный характер хозяина нашего дома Это был старичок очень своеобразный с разными причудами которые причиняли и Федору Михайловичу и мне большие огорчения о них говорил мой муж в своем письме ко мне от 19 августа смотри письма том 3 77 страница Весною 1873 года я по совету докторов поехала с детьми в Старую Руссу чтобы закрепить в них прошлогоднее лечение солеными ваннами уже принесшими им значительную пользу поселились мы на этот раз не у отца Румянцева дом которого был уже сдан а в доме старого полковника Александра Карловича Гриббе состоявшего на службе в военных поселениях еще при Аракчееве разлука с семьей была мучительна для Федора Михайловича он о нас тосковал и раза четыре залито побывал в Русь самому же ему пришлось за отсутствие князя Мещерского взять на себя все материальные заботы по журналу а вследствие этого жаркие месяцы прожить в столице и вынести все неприятные стороны петербургского лета все вышесказанные обстоятельства так удручающе действовали на нервы и вообще здоровье Федора Михайловича что уже осенью 1873 года он стал тяготиться своим редакторством и мечтать как опять он засядет за свой любимый чисто художественный труд в 1873 году Федор Михайлович сделался членом общества любителей духовного просвещения а также членом Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества и посещал собрания и заседания этих обществ не точно речь идет о Петербургском славянском благотворительном комитете из которого в 1877 году образовалось славянское благотворительное общество для оказания материальной помощи балканским славянам и обеспечения добровольцев отправляющихся на театр русско-турецкой войны знакомства наши расширились и у нас стали бывать чаще друзья и знакомые мужа кроме Страхова обедавшего у нас несколько лет сряду по воскресеньям и Майкова часто нас навещавшего в эту зиму нас стал посещать Владимир Сергеевич Соловьев тогда еще очень юный только что окончивший свое образование хотя знакомство Достоевского с Соловьевым действительно состоялось в самом начале 1873 года письмо Соловьева к Достоевскому от 24 января 1873 года государственная библиотека имени Ленина речь по всей вероятности идет о старшем брате Соловьева писателе и критике Всеволоде Соловьеве который в это время как раз и сблизился с Достоевским смотри воспоминания о Достоевском Соловьева Достоевский в воспоминаниях том 2 186 209 страницы Владимир Соловьев защитив в 1874 году свою магистрскую диссертацию кризис западной философии вскоре почти на 2 года уехал за границу так что более тесное знакомство Достоевского с Соловьевым началось в 1877 году по возвращении Соловьева в Петербург чаще всего они встречались с конца 1877 года по осень 78 года когда Достоевский регулярно посещал чтения о богочеловечестве лекции которые Соловьев с огромным успехом читал в соляном городке в Петербурге в июне 1878 года во время совместной поездки в Оптину пустынь Достоевский изложил Соловьеву главную мысль о части и план целой серии задуманных романов из которых были написаны только братья Карамазовы смотря об этом Соловьев собрание сочинений том 3 Санкт-Петербург 1912 год страница 197 6 апреля 1880 года Достоевский присутствовал на защите Соловьевым докторской диссертации критика отвлеченных начал писатель с интересом отнесся к теориям молодого философа особенно привлекла Достоевского близкая ему по своей сути мысль высказанной Соловьевым о том что человечество знает гораздо более чем до сих пор успела высказать в своей науке и в своем искусстве письмо Достоевского к Юнге от 11 апреля 1880 года письма том 4 136 страница в государственной библиотеке имени Ленина вместе с письмами Соловьева к Достоевской сохранилась ее записка под заглавием к письмам ко мне Соловьева Владимир Сергеевич Соловьев принадлежал к числу пламенных поклонников ума сердца и таланта моего незабвенного мужа и искренне сожалел о его кончине узнав что в память Федора Михайловича предполагается устройство народной школы Владимир Сергеевич выразил желание содействовать успеху устраиваемых для этой цели литературных вечеров так он участвовал в литературном чтении 1 февраля 1882 года затем в следующем году 19 февраля произнес на нашем вечере в пользу школы в зале городского кредитного общества речь запрещенную министром и несмотря на запрещение им прочитанную и имел у слушателей колоссальный успех предполагал Владимир Сергеевич участвовать в нашем чтении и в 1884 году но семейные обстоятельства помешали ему исполнить свое намерение по поводу устройства этих чтений мне пришлось много раз видаться и переписываться с Владимиром Сергеевичем и я с глубокую благодарностью вспоминаю его постоянную готовность послужить памяти моего мужа всегда так любившего Соловьева и столь много ожидавшего от его деятельности в чем мой муж и не ошибся Анна Достоевская после смерти Достоевского Соловьев выступил с тремя весьма тенденциозными речами в которых подчеркнул религиозность идеалов и творчество писателя и так церковь как положительный общественный идеал как основа и цель всех наших мыслей и дел и всенародный подвиг как прямой путь для осуществления этого идеала вот последнее слово до которого дошел Достоевский которое озарило всю его деятельность пророческим светом Соловьев три речи в память Достоевского Москва 1884 год страница 10 есть однако серьезное основание усомниться в полной искренности Соловьева которому во многом чужды были идеалы писателя и о религиозных взглядах которого он чрезвычайно резко писал Леонтьеву Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подзорную трубу как отдаленный предмет но стать на действительно религиозную почву никогда не умел Розанов из переписки Леонтьева русский вестник 1903 год номер 5 страница 162 о Достоевском и Соловьеве смотри статьи Радлова Соловьев и Достоевский в книге Достоевский том 1 и Пруцкова Достоевский и Соловьев великий инквизитор и антихрист в книге русская литература 1870 1890 годов сборник 5 Свердловск 1973 год страница 51 78 Сначала он написал письмо Федору Михайловичу а затем по приглашению его пришел к нам впечатление он производил тогда очаровывающе и чем чаще виделся и беседовал с ним Федор Михайлович тем более любил и ценил его ум и солидную образованность один раз мой муж высказал Соловьеву причину почему он так к нему привязан вы чрезвычайно напоминаете мне одного человека сказал ему Федор Михайлович некоего Шедловского имевшего на меня в моей юности громадное влияние Достоевский познакомился с Иваном Николаевичем Шедловским весной 1837 года в первый приезд вместе с братом Михаилом Михайловичем Достоевским в Петербург в первые годы пребывания в инженерном училище Достоевский находился под сильным влиянием Шедловского который пишет туманно-мистические стихи страдает от возвышенной любви вдохновенно говорит о царстве Божием и сладостно мечтает о самоубийстве Достоевский восторженно рассказывает о Шедловском брату взглянуть на него это мученик он и сох щеки впали влажные глаза его были сухи и пламены духовная красота его лица возвысилась с упадком физической часто мы с ним просиживали целые вечера толкуя бог знает о чем о какая откровенная чистая душа у меня льются теперь слезы как вспомню прошедшие в последнее свидание мы гуляли в Екатерингофе о как провели мы этот вечер вспоминали нашу зимнюю жизнь когда мы разговаривали о Гумерри Шекспире Шиллере Гоффмане о котором столько мы говорили столько читали «Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии знакомство с Шедловским подарило меня столькими часами лучшей жизни я имел у себя товарища одно создание которое так любил я письмо от 1 января 1840 года письма том 1 56 57 страниц недолго прослужив чиновником в Петербурге Шедловский вскоре уехал к себе на родину в Харьковскую губернию и там готовил большое исследование по истории русской церкви не безинтересно отметить что Ордынов герой ранней повести Достоевского возможно психологический портрет Шедловского тоже пишет работу по истории церкви в 50-х годах Шедловский поступает послушником в Валуйский монастырь затем предпринимает паломничество в Киев после чего возвращается домой в деревню где и живет до самой кончины не снимая одежды инока послушника Достоевский всю жизнь хранил нежные воспоминания о друге своей юности Соловьев вспоминает что когда он попросил Достоевского сообщить некоторые биографические сведения для статьи о нем писатель ответил непременно упомяните в вашей статье о Шедловском нужды нет что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного имени ради Бога голубчик упомяните это был большой для меня человек и стоит он того чтобы его имя не пропало Достоевский в воспоминаниях том 2 191 страница в сознании Достоевского навсегда запечатлелся образ русского романтика Шедловского Ордынов в повести хозяйка начинает линию романтических героев Достоевского Дмитрий Карамазов декламирующий Шиллера замыкает ее о Шедловском и Достоевском смотри книгу Алексеев ранний друг Достоевского Одесса 1921 год Вы до того похожи на него и лицом и характером что подчас мне кажется что душа его переселилась в вас А он давно умер? спросил Соловьев Нет всего года 4 тому назад Так как же вы думаете что я до его смерти 20 лет ходил без души спросил Владимир Сергеевич и страшно расхохотался Вообще он был иногда очень весел и заразительно смеялся но иногда благодаря его рассеянности с ним случались курьезные вещи зная например что Федору Михайловичу более 50 лет Соловьев считал что и мне жене его должно быть около того же и вот однажды когда мы разговаривали о романе писемского люди 40-х годов Соловьев обращаясь к нам обоим промолвил да вам как людям 40-х годов может казаться и так далее при его словах Федор Михайлович засмеялся и поддразнил меня слышишь Аня Владимир Сергеевич и тебя причисляет к людям 40-х годов и нисколько не ошибается ответила я ведь я действительно принадлежу к 40-х годам так как родилась в 1846 году Соловьев был очень сконфужен своей ошибкой он кажется тут только в первый раз посмотрел на меня и сообразил разницу лет между моим мужем и мною про лицо Соловьева Федор Михайлович говорил что оно ему напоминает одну из любимых им картин Аннибала Карачи голова молодого Христа к 1873 году относится знакомство Федора Михайловича с Юлией Денисовной Засецкой дочерью партизана Дениса Давыдова она только что основала тогда первый в Петербурге ночлежный дом по второй роте Измайловского полка и через секретаря редакции гражданина пригласила Федора Михайловича в назначенный день осмотреть устроенное ею убежище для бездомных Засецкая была редстокистка и Федор Михайлович по ее приглашению несколько раз присутствовал при духовных беседах лорда редстока и других выдающихся проповедников этого учения английский проповедник оправдание верой Гренвиль редсток с 1874 года выступал в Петербурге под влиянием его проповеди в России образовалась секта известная под именем башковцев сущность учения редстока об оправдании верой заключалась в том что не за добрые дела дается прощение грехов грехи могут быть смыты святою кровью которая уже пролита и омывает всякого кто принимает Христа как единого спасителя и единого ходатая между Богом и человечеством свое отрицательное отношение к проповедям редстока Достоевский выразил в дневнике писателя за 1876 год настоящий успех лорда редстока зиждется единственно лишь на обособлении нашем на оторванности нашей от почвы от нации оказывается что мы то есть интеллигентные слои нашего общества теперь какой-то уж совсем чужой народик очень маленький очень ничтожненький но имеющий однако уже свои привычки и свои предрассудки которые и принимаются за своеобразность и вот оказывается теперь даже и с желанием своей собственной веры Достоевский 1926 30 годы том 11 242 страница Федор Михайлович очень ценил ум и необычайную доброту Заседской часто ее навещал и с нею переписывался до сих пор неизвестно ни одного письма Достоевского к Заседской по поводу их переписки Достоевская указывает в примечаниях к сочинениям Федора Михайловича Достоевского у наследников Юлии Денисовны ее сыновей и дочерей или сестры ее графине Висконте могли бы найтися ответы Федора Михайловича на письма Заседской преимущественно по вопросам религии Творчество Достоевского Одесса 1921 год страница 34 Анна Григорьевна не случайно пишет что эти письма Достоевского преимущественно по вопросам религии а в дальнейшем в своих воспоминаниях смотри страница 358 настоящего издания подчеркивает что Достоевский постоянно вел с Заседской горячие хотя и дружеские споры по поводу ее религиозных убеждений Дело в том что Заседская переменила свои религиозные убеждения перейдя из православия в лютеранство а Достоевский же пытался ее снова обратить в православие о их религиозных спорах смотри воспоминания Лескова о куфельном мужике и прочем заметки по поводу некоторых отзывов о Льве Толстом в книге Лесков собрание сочинений том 11 Москва 1958 год страницы 147 155 смотри также письма Заседской к Достоевскому в статье Ланского утраченные письма Достоевского вопросы литературы 1971 год номер 11 страницы 216 217 она тоже бывала у нас и я с нею сошлась как с очень добрую и милую женщину выразившую ко мне при кончине моего мужа много участия в моем горе в 1873 году мы часто бывали у Кашперевых Василий Владимирович глава семьи издавал журнал Зарю а его жена Софья Сергеевна была редактором и издательницей детского журнала Семейные вечера оба супруга были очень нам симпатичны и Федор Михайлович любил посещать их у них в 1873 году состоялся в присутствии многих литераторов интересный вечер когда известный писатель Писемский читал свой ненапечатанный еще роман Мещане наружностью Писемский не производил выгодного впечатления он показался мне толстым и неуклюжим но читал он превосходно талантливо оттеняя типы героев своего романа в 1873 году Федор Михайлович возобновил старинное знакомство с семейством Штакеншнейдер центром которого была Елена Андреевна дочь знаменитого архитектора Штакеншнейдер познакомилась с Достоевским в начале 60-х годов в 70-е годы их знакомство возобновилось и Достоевский часто бывал в доме Штакеншнейдер переписывался с ней смотри письма том 4 62 и 182 страницы встречи с Достоевским отражены в дневнике Штакеншнейдер и в начатых в 1884 году и неоконченных воспоминаниях о Достоевском Штакеншнейдер дневник и записки 1854 1886 годы Москва Ленинград 1934 год о посещениях Достоевским дома Штакеншнейдер смотри также воспоминания Никулич Веселицкая встречи с писателями Ленинград 1929 год Она была умна и литературно образована и соединяла у себя по воскресеньям общества литераторов и художников Она была всегда чрезвычайно добра к Федору Михайловичу и ко мне и мы очень сошлись Впрочем в те годы мне редко случалось бывать в обществе так как дети были малы и оставлять их на няньку было опасно Федор Михайлович всегда относился с большим сожалением к моему вынужденному обстоятельствами домоседству и зимою 1873 года настоял на том чтобы я воспользовалась представившимся случаем и абонировалась на итальянскую оперу в которой блистали такие знаменитости как Патти Вольпини Кальцорали Цачи Эверарди и другие Мое место было в галерее прямо против громадной люстры и я видела лишь то что происходило на правой стороне сцены а иногда лишь одни ноги и я иногда допрашивала мою соседку а кто это в ярко-желтых ботфортах или в розовых ботинках но неудобное место не мешало мне наслаждаться очаровательными голосами артистов особенно запомнилась мне опера Динора в которой Патти разливалась соловьем примечание Достоевской до детей я не беспокоилась потому что Федор Михайлович в те вечера не уходил из дому и при каждом шорохе или плаче ребенка тотчас шел узнавать о том не случилось ли чего дурного до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...